Продолжение следует... Укол отца. Там, в лагере, посмотрите. Осторожно! Иди не спадают! Вы поймите, главное, целые дети. Ваш муж оделся царапинами. Вы вместе. Все будет хорошо. Олег Павлович! Сейчас, секунду. Вы меня поняли? Хорошо. Леша, проследи, чтобы они и Ваня через час сделали укол. Хорошо? Через час. Олег Павлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Журналист Андрей Митин. Хорошо. Мне срочно нужно с вами поговорить. Не до вас сейчас, извините. Это очень важно. Потом, ребят. Все потом. Хорошо. А отчество? Вера, как вы тут? Все в порядке. Теплой одежды хватает? Да, одеяло есть, питье, вода. Пойдемте в полу. Да, все есть. Отдохнете, человек. Тогда все, берегись. Держись. Хорошо. Послушайте, уделите мне одну минуту своего времени. Пожалуйста. Ребят, прошу, здесь сейчас. Не мешайте. Знаете, у меня своя работа, у вас своя. Я все равно от вас не отстану. Что случилось? Умоляю, помогите. Там дом, там рушится новый дом. Здесь все рушится. Здесь зона бедствия. Мы всех эвакуируем. Там, он внутри. Ему страшно. Кому страшно? Я не сумела, не смогла его вынести. Успокойтесь, у вас в доме кто-то остался? Да, да. Сын мой, Алешенька. Алеша! Где ваш дом? Там! Там, скорее! Скорее! Олег. Пойдемте. Следите, скорее. Давай пойдем за ними. Алеша! Олег, ты куда? Внимание! Идут повторные толчки. По возможности всем покинуть в здание. Все осторожны. Давайте осторожно. Далеко еще? Там, какая улица. Твою ж ты! Стой! Туда нельзя! Стойте! Держи ее! Пустите, не пустите меня! Снимай! Алеша! Стойте! Алешенька! Аль… Стойте! Снимай! Алешенька! Тебе куда швылись?! Тебе за меня! Алешенька! Черт! Сторож! Из этого скажите, видно что-нибудь? Алешка! Алёша! Алёша, сынок! Чёрт! Алёша, Алёша, привет. Посмотри на меня. Да уйдите отсюда! Олег, нашёл? Да, он здесь, живой! Ребенка снимай! Давай, он сюда. Алёша, а тебя там мама ждёт. Алёша, иди ко мне. Алёша. Олег, скорее. Сейчас. Алёша, не бойся. Иди ко мне. Алёша, скорее ко мне. Олег! Давай, давай. Алёша, пожалуйста, идём, идём скорее. Иди. Пожалуйста, давай, давай, ползи ко мне. Давай, хорошо, молодец. Олег! Давай, 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 давай. Вот так, молодец. Олег, быстрее. Хорошо, идём, идём скорее. Давай его сюда. Осторожно. Чёрт побери. Давай сюда. Держи, Вера, держи его. Упадайся. Упадайся скорей. Уходите, уходите. Стой, 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 стой. Держи. Всё. Олег! 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 Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила, я больше так не могу. Убежать, улететь, впечатать в ладони твоё лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать в ладони твоё лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Вам бы, конечно, отбежаться ещё, Олег Павлович, но… Лекарства прокапаем и отпустим, если вы так настаиваете. Но имейте в виду, эти препараты не сочетаются с алкоголем. И знаете что? Упади эта балка на сантиметр ближе, и всё. Летальный исход. А везение, оно не бесконечно, молодой человек. Да дело не в везении, я же заговорённый. Смотрите, что у меня здесь написано. Судьба в моих руках и счастье всегда со мной. Тамерлан сказал, великий человек был. Этот талисман ещё мой отец носил, тоже кстати. Большой был человек. Вот именно что был. Все мои, знаете ли… Что эти врачи всё время ужаса нагоняют? Ладно, всё хорошо, что хорошо кончается, да? Ура-ура, отметим? Шутишь, да? Был в сантиметре от смерти, и всё шутишь. Ты знаешь, там было так тихо всё. Вообще никаких звуков. Рухнуло всё и… Как будто бы всё умерло и… Как будто бы все умерли. Олег, ты понимаешь, что я больше так не могу? Сколько было этих случаев? Десять? Двадцать? Сто? Я вообще не понимаю, как я до сих пор не сошла с ума. Вера… Верочка, успокойся, пожалуйста. У тебя просто нервный срыв. Вера, Вера… Послушай, ты понимаешь, что я устала? Я смертельно устала. Я хочу домой, в Москву. Я хочу нормальную жизнь. Я хочу семью. Я хочу детей. Я устала ждать, вернёшься ты или нет. Останешься ты коллегой или нет. Ты понимаешь, что я больше так не могу жить, понимаешь или нет? Вера! Ты понимаешь, что если б я не полез в тот дом, мальчика уже не было бы в живых. А ты понимаешь, что если что-нибудь случилось бы с тобой, в живых не было бы меня? А может быть, ты просто меня не любишь, Олег? Ты сейчас не права. Хорошо, может быть, я не права. Но тебе придётся выбрать либо семья, либо работа. Да перестань. Ты что? Вера, это ультиматум? А понимай, как хочешь. Вера! Вера! Молодой человек, вы куда? Я Колосову. Туда нельзя. Послушайте, мне очень срочно нужно его увидеть. А вы кто, родственник? Нет, я пресса. Вот, Андрей Митин, газета «Сибирский вестник». Поправится ваш Колосов, тогда и будете интервью брать. Слушайте. Вы коллегу? Да, а что? Станислав Бойко, заместитель Олега. Пойдёмте поговорим. Ни с кем, кормя колы своей, говорить не собираюсь. Приветствую с Верой. Привет, дружище. Проходи, садись. Какие новости? Все нормально, все в полном порядке. Молодежь сегодняшней вечеринки готовится. Тебя же к вечеру отпустят. Отпустят, куда денутся. Угу. Ну, что смурной такой? Да так, не обращай внимания. Доктор сказал, пить нельзя, а ты говоришь, вечеринка. Станислав Михайлович, потерпите, скоро есть будем. Жестокая, Даня, как все красивые девушки. Да, повезло тебе, Анька, с начальством. Не то, что меня принеси, подай этот день. Да ладно тебе, Жанна. Вера вполне вежлива. Вежлива, это поры до времени. Но до Станислава ей далеко. Это точно. А вот и Олег. Здорово. Ты один? Пока, да. А Вера? Попозже будет? Олег Павлович, как вы? Все хорошо, Реша. Привет. Всем привет. Так, ребят, давайте, все готово, все к столу. Собирайте. В аэропорт. В аэропорт. Проходим, проходим. Ух ты, какой стол роскошный. Ну, молодцы, ребята. Молодцы, здорово. Олег Павлович, с вас тост. Тост? Хорошо. У всех, Нарин, да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Случай не особо торжественный. Так, перефразируя героя одного хорошего фильма, скажу так. Что еще нужно человеку для того, чтобы достойно встретить старость, кроме уютного дома и, верной, любимой жены. Ну, а сколько бы людей… Жан, не заглядывайся на муж начальник. За двенадцать лет брака и имени. Мы всегда вместе, всегда рядом. Да, если бы не вы, добра на земле было бы гораздо меньше, я в этом уверен. На каждое правило есть исключение. Платочек не запасись. Интерес, когда дошли. Не завидуй. Правильно? Да! Да! Хоть бы кто-нибудь сказал, Олег Павлович, заканчивайте трепаться и есть хочется. Значит так, кто хорошо потрудился, тот имеет полное право отдохнуть, ну и по чуть-чуть, как говорится. Ура! За вас, ура! Олег Павлович, прекрасный тост. Спасибо. Да, ребят, правда, спасибо всем за отличную работу. Если бы не вы, говорить было бы не о чем. За вас. Олег Павлович, я вот вам воды налил, алкоголь после лекарств вам точно противопоказан. Точно? Ну, правда. Спасибо, Ареша. Давай. Георгий подъехал, говорит серьезная тема. Да, идем. Идем. Так, ребят, отдыхайте, мы скоро. А можешь передать мне обучение? Привет. Какие новости? Вот, полюбуйтесь. Что здесь? Похвалы? Так. Ну, с каждым годом растущие, как грибы, фонды помощи, особенно первый из них фонд с многоносительным названием «Люди», своей бескорыстностью, вызвавший у нас слезы благодарности. Ну, а что плохое? Подожди, подожди, ты дальше читай. Были получены неопровержимые доказательства того, что деньги, якобы выделяемые этим фондом, не доходят до пострадавших. Ничего себе, в полном объеме. Это что получается, мы воры? Подожди, подожди, а кто писал статью? Андрей Митин. Митин. Митин, я его знаю. Он сейчас на днях просто носился со мной со своими разговорами. Ничего, я с ним разберусь. Так, стоп, 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 стоп. Давайте вот мы сейчас бить морду журналистам не будем. Надо выяснить, кто оплатил эту заказу. И пусть каждый занимается своим делом. Стас, финансы, логистика – твоя епархия. Так что проводить проверку, разбираться с прессой будешь ты. Глеб, ты как начальник службы безопасности помоги Стасу. Ну, проконтролируй там. Сделаем. Олег, ты, голубчик, отправляйся в Москву. У меня хорошие новости. Я пробил детский центр. Нам отдают здание бывшего санатория в Южанске. Ну? Конечно, денег в бухаем в реконструкцию не мерят. Но все-таки дешевле, чем строить стули. В Южанске, значит. Да? В Южанске. Родина твоего отца. Да и моя душа. А центр я хочу назвать именем Паш. Представляешь? Детский реабилитационный центр имени Павла Колосова. Звучит? Звучит. Да. Так что давай-ка дуй в Москву. Готовь там документацию, программы реабилитации и так далее. Да. Жаль, что Паша не дожил. Он бы гордился тобой. Ну, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Олег Павлович, пойдемте домой. У нас без вас танцевать никто не хочет. Куда? Да я не танцую, Жанн. Танцуйте! Иди, иди, не борь, идем праздник. Потом договорим. Ребят, я снова с вами. Ребят, весело у вас. Они за ним готовы и вагоне в воду. У Олега это семейное. Пашка тоже был прирожденный лидер. Да. Олег редкий везунчик. Ребят, отрывайтесь. Я присоединюсь к вам все позже. Хорошо? Хорошо. Веселитесь. Веселитесь. Алло. Вера, наконец-то. Ты где? Я в аэропорту, Олег. Подожди, подожди. Как в аэропорту? Я улетаю в Москву. Как в Москву? А ты думал, я шучу? То есть, ты сама за нас все решила? Молодец. Я же тебе все сказала. Я так больше не могу. Не можешь, значит? Ну, что я могу сказать? Счастливого пути и вверх. Ну, это я не могу сказать. Вы, извините. Присоединяю. Я не могу сказать. Внимание у пассажиров. Открыта регистракция. На рейс 1479... Домоногр. Пассажиры приглашаются к регистрации. Повторяю. Жанна, я сегодня, наверное, ночевать не приду. Повторяю. Павел Павлович, а можно я скажу тост? Давай. Давайте выпьем за любовь. За любовь? Нет. Давай за свободу. Свобода — самая главная вещь. Все рождены быть свободными. Красиво. А пойдем потанцуем? Пойдем. Да не хочу я танцевать, Жанна. Ну, давай. Что ты? Что ты? Давай выпьем. Ты с ума сошел? Тебе сказали, ни капли алкоголя. Так, поехали, я тебя отвезу в гостиницу. Станислав Михайлович, мы уже обо всем договорились, там ждет водитель. Мне по пути с ним. Нет, если договорились, то… Да, мы уже договорились, все нормально. Так, все. Давайте, давайте. Пойдемте все. Олег Павлович, чтоб ты… Уф. Эй, тебе не взял алкоголь? Это для меня. Домой. Оп, аккуратненько. Ага. Пока. Тихо, тихо, тихо. Ну, что такое? Куда мы едем? Домой. Домой. Тихо, тихо, тихо. А-а-а! Сегодня ночью я… Милый, ты был великолепен. Я был пьян, так что… Мне очень понравилось. Давай еще. Жанна, послушай, я люблю свою жену, так что, слушай. Все, что было сегодня ночью, просто пьяная глупость, так что, извини. Вы что, все по одному учебнику шпарите, а? Что? Ничего. Я был пьян, я не знаю, как я на тебя залез. Иди вообще отсюда! Иди, я сказала, вали отсюда! И дверь за мной! Иди за мной. Иди за мной. Олег. Прости меня, родная моя, прости. Ты меня прости, пожалуйста. Я была не права. Знаешь, все это было так глупо. Я жить без тебя не могу. Мы сегодня же едем в Москву. И начинаем новую жизнь. В Москву? Да. Да. В Москву. Домой. В Москву. Багажник, откройте, пожалуйста. Ой, Олешек. Ой, Олешек, здрасьте. Надолго приехали? Навсегда, тетя Валя. Да что вы, молодцы. А я вот это, Борюсику купила. А, ладно, побегу. А то он там заждался меня. Вер, ты заходи, начай-то. Обсудим новости. Тетя Валя, я обязательно зайду. Ага. Слушай, это удивительно. Ничего не меняется. Ну, да. Ты тварь в своем репертуаре. Ну что, идем? Идем. Идем. Прошу. Спасибо. Ну вот. Работали, работали. А на стулья так и не заработали. Стулья купим. Новый ремонт отгрохаем. И начнем бить гнездышко. Ух ты. От тебя ли я это слышу? А что? По-моему, пришло время задуматься о продолжении рода Колосовых. Или ты против? Это моя мечта. Раньше у меня был идеальный муж, а теперь у меня будет идеальная семьярка. Нет, подожди. Сначала нужно в душе. Прежде всего, продолжение рода. Помнишь? Ни с чего бороду избрею в знак чистой, новой жизни. Прекратите ко мне. Добрый день. Здравствуйте. Пойдемте со мной. Пойдем. Увы, к лечению желаемых результатов не дало. Увы, к лечению желаемых результатов не дало. И что, никакой надежды? Ну, может, где-нибудь в Европе есть какие-то современные, новые методы? Вы, конечно, можете поехать за границу, но, боюсь, это напрасная трата времени и средств. Я считаю, что в вашем случае единственный выход – это ЭКО. А какие есть шансы с ЭКО? Шанс есть. Но и риск, конечно, тоже есть. В вашем случае могут быть осложнения. Не исключено кровотечение, гипертония, нарушение сердечного ритма. Вы должны все взвесить. Не торопитесь, подумайте, обсудите, решитесь, звоните. Угу. 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 Все будет хорошо. Я боюсь. Не хочу тебя потерять. Ты меня не потеряешь. Ты только представь, через год у нас будет ребенок, девочка или мальчик. Я не понимаю, зачем нужно так рисковать. А если не получится? Я считал, некоторые по семь, по восемь раз это ЭКО делают, и ничего. А с твоим здоровьем, почему нельзя просто взять и усыновить ребенка? Потому что я не хочу чужого. Я хочу твоего. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Ну, это же твой. Он меня столько раз спасал. Пусть теперь тебя хранит. Алексей, ну что, удачи. Будет экстренная ситуация. Звони в любой момент. Спасибо, Олег Павлович. Все будет хорошо. Что еще здесь? Думаешь, самолет ждать будет? Нет. Все. Пока, Леша. Да не переживайте так. Алексей достойный ученик. Ты его здорово натаскал. Ну да. Олег, ты сам отказался выезжать на катастрофу? Он как старая боевая лошка. Горцует при звуках трубы. Ладно, я поехал в банк. Георгий, подождите. Я хотел спросить. Я звонил в Южанск, там какие-то проблемы с ремонтом. Может, я поеду, проконтролирую? Так я же уже отправил туда нашего человека. Он ведь Кирилл Пикин. Помнишь? Мужик в хватке проследит. Со Стасом на связи. Да, Стас? Да. Ладно, заболтался с вами. Все, уехал. Хорошо. Ну как, Вера? Спасибо, хорошо. Кстати, мне нужно ей прикупить одну вещицу. Поможешь? Конечно. Жена! Встречай гостей! Да. Иду-иду. О! Это что? То есть… Лимонное дерево. Ты же сама говорила, у вас в детстве было такое, вы с него лимончики кушали. Я попросил Стаса, чтоб он контролировал процесс, потому что я-то вообще мог кактус купить. А он увидел, говорит, вот оно, лимонное дерево. Ну и взяли. Ты что, смешаешь? А что смешного? Да ты что, не видишь, что это не лимон, а мандарин? В смысле? Ты не видишь, что это мандарин. Тот-то рожа мне этого продавца, сразу видохопуга. А ты-то куда смотришь? А что ты купил? Спасибо, удружил. Что, его обратно перевезти? Ой, не-не-не, обратно не нужно. Ну хорошо, что мандарин, потому что он сладкий, наверное. А чем у нас пахнет? Ой, у меня же мясо. Сейчас ужинать будем. Вот, я тебе недавно старые фотки отрыл. Мои, мы с Веронией. Батя. О! Погоди, погоди, это мы где? В общаге. Четвертый курс после летней сессии. Помнишь? Ой, я помню. Мы тогда погуляли-то. Все сидите, я чай заварила. А, спасибо. Молодцы вы, ребята. Настоящая семья. Ну, тебе спасибо. Ты же нас познакомил. Иди сюда. А вот я совсем маленький. Вот. Вот, кстати, помнишь? Это то место, где мы познакомились тогда, у парка Горького. Да-да-да, помню. Вы тогда меня проводили, а потом ты вернулась. Да. Мы всю ночь в подъезде процеловались. Потом я на следующий день в бар проспал. Да. Пойду я. Подожди, а чай? Ребят, в следующий раз. Чайку? Было, как всегда, очень вкусно. А ремонт у вас отличный. Спасибо. Пойдем проводим. Перинатальный центр. Слушаю вас. Доктор, ну что, как она? Все прошло хорошо. Отлично. Спасибо. Но, вы должны помнить, ЭКО – это не простая беременность. А принимая во внимание гормональную склонность вашей жены к кровотечениям, никаких стрессов, никаких переживаний. Только позитив. Вы меня поняли? Понял, конечно. Ну что ж, пойдемте. Идемте. Вы должны беречь ее, как хрустальную вазу. Иначе в вашем случае дальнейшие попытки забеременеть практически исключаются. Да, да, я понимаю. Пойдемте. Да. Да, я подъехал. Сейчас зайду. Хорошо. Да, да. О. Да, Георгий Вадимович. Приветствую. Садись. Тут вот какое дело. Звонили из журнала одного, серьезного. Хотят статью про нас написать. А я как-то не знаю. Помнишь ту статью? Ну, в «Сибирском вестнике»? Да помню, конечно. И что было после нее? Прокуратура, следственный комитет, налоговая… Что так? Ну, они же ничего не нашли и отвязались, в конце концов. Значит, мы правы. Я считаю, надо дать интервью и заявить об этом широко. Эти журналюги нас чуть не угробили. Пусть нас сами и вытаскивают. Нет, ну а что, после всей этой грязи фонду работать нормально не дают. Черт его знает, может, ты прав. Давай, хоть какие-то проблемы решим. Хотя бы с арендой. Да, согласен. Добрый день. Прошу. Андрей Митин. Я узнал. Проходите, пожалуйста. Прошу, сюда. С вашего разрешения, Иван поищет выгодные точки для фотосъемки? Десять лет. Первая круглая дата в истории фонда «Люди». Скажите, с какими подытогами вы к ней подошли? Вы считаете, у фонда есть будущее? Подытоги – это тысячи спасенных жизней. Мы работаем в полную силу, даем надежду людям. Мы помогаем им реабилитироваться и заново начать жить. А в ближайшее время заканчивается строительство нового детского реабилитационного центра в Южанске, где предстоит большая работа на выезде. Поэтому причин сомневаться в будущем фонда нет. И я уверен, что мы сможем помочь как можно большему количеству детей, попавших в беду и нуждающимся в нашей помощи. Что ж, искренние слова человека, всей душой болеющего за правое дело. Вера, скажите, вы ведь тоже работаете в фонде? Да. Я очень люблю свою работу. Вера – координатор фонда все десять лет его существования. А вот помните землетрясение в Хакасии? А что вы почувствовали, когда муж на ваших глазах бросился в падающее здание? Странный вопрос. Вы же там были и все видели. Вы знаете, когда на кону стоит жизнь ребенка, тут уж… Я понимаю, я… Но вот что меня интересует. Вы лично не как сотрудница, а как жена. Как жена? Я очень испугалась за жизнь своего мужа. Но я… Вы знаете, к сожалению, бывают ситуации, когда личная безопасность не гарантируется. Но когда Вера со мной, я точно знаю, все будет хорошо. Она мой талисман. Я искренне рад за вас. А вот моя жена не вынесла подобного. Она ушла. Я предлагаю сделать снимок на обложку. Проходите сюда, пожалуйста. Давайте. Жаль, что мы не поговорили тогда с вами в Хакасии. А что бы это изменило? Как знать. Не волнуйтесь, Вера Николаевна. В ближайший год фонд может спокойно занимать предоставленные ему помещения. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо вам. Всего доброго вам и вашим сотрудникам. Спасибо. Петюнь, ну мы идем обедать или как? Вера. Лара. Отлично выглядишь. Привет. Сто лет тебя не видела. Слушай, ну читала про тебя и про твоего мужа. Спасибо большое. Ты… А это мой муж, Петр Иванович. А, ну, вы уже знакомы. Моя бывшая однокурсница. Неожиданно. Петь, ну что там с вечером? Положительно. Давай Веру пригласим. Вера, у нас в пятницу намечается встреча. Будет много интересных людей. Приходи с мужем. Спасибо. Теть Валя, что случилось? Теть Валя, что случилось? Ничего. Борюсик опять разбушевался. Да мне не привыкать. Спасибо, что жива осталась. Господи. Так, теть Валя. Пойдемте ко мне. Пойдемте. Теть Валя, зачем вы терпите? А я и не терплю. Выгнала я Борюсика. А теперь, думаю, зря. Он же, когда трезвый, он ласковый. Он по хозяйству поможет. Вообще рукастый. Из шкаф починит и телевизор. Он же инженером был. Перекратите, теть Валя. Он сам все рушит, когда пьяный. Может и так. А все мужик в доме. Осиротела я, Вер. Вот, ушел. Оставил меня одну. И телефон отключил вообще. Да ну прекратите. Он вернется, куда он денется. Ну да. Много ты понимаешь. За Борюсика-то любая ухватится. Я дома. О, у нас гости. Здравствуйте, тетя Вань. Здравствуй, Олег. Ну, я пойду, да? Да куда вы? Посидели бы еще. Я дверь сама захлопну. Ага. Ну что, Кларе, идем? Извини, не смогу. Это наш первый прием. Дом еще не достроен. Очень хотелось похвастаться, Верочка. Я так рада, что ты пришла. А где Олег? Работает. Пойдем, я тебя кое-то с кем познакомлю. Может пригодится. Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте представить. Ксения Малько, группа компания «Облако». Вера Колосова, фонд «Люди». Очень приятно. Кстати, я читала ваше интервью. Скажите, а вот вы с мужем работаете всегда вместе и даже… Прошу меня извинить. Я на меня ничего не помню. Конечно. На местах катастроф. Не страшно? Люди гибнут. Ранения, увечья. И вы тоже в опасности. Страшно. Петр Иванович, идите к нам. Нам тут про всякие ужасы рассказывают. Смерть, разрушение. Смерть, разрушение. Ксюша, ужас в том, что мы с вами давно не виделись. Вот что ужасно. Вы все шутите, а мы про благотворительность. Только не надо мне рассказывать, что моя жена попросила вас патронировать еще один приют для бездомных собач. Так дашь денег или нет, меня ребята ждут. Твои ребята подождут. Ты живешь в нашей семье, и будь добр, уважать наши принципы. Уважать? За что? За то, что наш папаша с разными телками спит, а ты на это глаза закрываешь? Ты еще пока живешь в этом доме. Здесь ешь, спишь? Да пошла ты. Артем! Прости, пожалуйста, я не вовремя. Да нет, все в порядке. Давай лучше выпей. Спасибо. Ты знаешь, переходный возраст – это сложное время. Да я тебя умоляю. Просто Артем не знает, что в жизни главное. И что за все нужно платить. А что ты на меня так смотришь? Все, что я хотела в жизни, я добилась. У меня влиятельный супруг, шикарная квартира, бизнес престижный. А что еще надо? Слушай, а помнишь, как мы в институте на трамвайных билетиках гадали? Да, помнишь, ну да, про любовь. Ох уж мне эти детские мечты. Ладно, пойдем, я тебя с состоительным дядечкой познакомлю. Он может солидную сумму отстегнуть вашему фонду. Правда, жадный доколик. Но ничего, мы его сейчас как-нибудь растрясем. Бедный парень. Она говорит, ты должен уважать семью. И при этом сама терпит измены мужа и верет сыну. Ты представляешь? Как так? Я не знаю, как я бы так не смогла. Я тоже. Не, ну, знаешь, это не смешно. А я и не смеюсь. Я вообще тебя не обманываю. Я правда говорю, что я тебя... ...люблю. Я тебя люблю. Прости. Ну, кто бы это мог быть. Да, Колосов. Простите, кто? Прости, пожалуйста. Да-да, конечно, помню. Подождите секундочку. Да, я внимательно вас слушаю. Хорошо, говорите. Олег, у меня тут проблемы, нам надо поговорить. Я слушаю. Только это не телефонный разговор. Можно я приеду к тебе домой? Нет, ни в коем случае. Я сам подъеду. Спасибо. Прости, мне просто вообще некому больше... Обратите сразу. Я сказал, позвоню. Слушай, я так боюсь, а вдруг у нас ничего не получилось? Ну, прости, что не получилось? Прости, что не получилось? Ну, и кое не получилось. Я прям места тебе не нахожу. Да ну, что ты? Не накручивай себя. Да, я в нас верю. У нас все получится. Все хорошо. Я верю. Пойдем спать. Точно все будет хорошо? Точно, я обещаю. По работе. Потом позвоню. Ну что, могу вас поздравить. Анализ показал, что ХГЧ у вас сто девять. Ну, это нормально? Это значит, что... Вы беременны. Прекрасно. Олег, привет. Проходи. Привет. Нам нужно с тобой серьезно поговорить. По-моему, мы обо всем поговорили еще два года назад. Здрасте. Здрасте. Пойдем я тебя кой с кем познакомлю? Ну, пойдем. Ты мой котик любимый. Ты мой зайка. Познакомься. Это твой сын Сережа. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Казалось бы, все так просто. Ты мой котик любимый. Так просто ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила, я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать в ладони твое лицо Верните меня в начало, верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать в ладони твое лицо Верните меня в начало. Верните в конце концов. Вер, я дома. Олег, подожди, не входи сюда. Мне нужно поговорить с тобой. Все потом. Закрывай глаза. Вера. Все потом. Послушай. Заходи. Ты ничего не видишь? Да нет, ты же… Проходи, 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 проходи. Готов? Ну да. Сюрприз. Ух ты, какая красота. Ну, это еще не все. Что еще? Проходи. Вуаля. Олег Павлович Колсов. В юном возрасте. Узнаете? Да. Да. Ну тебе что, не нравится? Да нет, что-то очень нравится. Ну, теперь ты. Что хотел сказать? Я… Хотел сказать, какая ты у меня умница. Олег. У меня там народ собрался, тебя ждем. Да-да, сейчас иду. А что это такое? О, любовное гнездышко подыскиваешь, а? Смотри, расскажу Вере, будет тебе скандал в благородном семействе. Кто о чем, о вшивая бане? Да нет, знакомый решил помочь, теперь думаю, чем отличается залог от депозита. Подожди. А зачем риэлтор? Давай я ей мамину однушку сдам. Она все равно стоит пустую, а так и им дешевле, и мне хорошо. Ты б меня очень выручил. Только там евроремонта нет. Да это не страшно. Ну и с горячей водой проблемы. Но это ничего, я нагреватель установлю. Да ладно. Что? Не нужен нагреватель? Да нет, нужен, но просто, чего тебе туда мотаться? Ты в офис привези, а я сам установлю. Заметано. Ключи отдам после собрания. На которые мы ведь сейчас идем, правда? Идем, идем. Вот. Ну что, спасибо тебе, подружка, приютила. Теперь у нас с Сереженькой новый домик. Слушай, а я вот думаю, а чего это Колосов так прякся-то за тебя, а? Вообще-то у тебя на коленках сидит его наследник. Ну, своему бывшему ты эту сказочку тоже рассказывала. Так он и велся, пока не решил ты из ДНК сделать, придурок. Это кто-то его надоумил, сам бы он не догадался. Да просто надо было себя нормально вести, понимаешь? Слушай, мужика бы не возникло вопросов. Ты же вертела хвостом направо-налево, вот и довертелась. А ты не завидуй. А я и не завидую. Все, я готова. Ничего не забыл? Нет. Пойдем. Ну, Колосов, кстати, даже получше вариант будет. Богатый, знаменитый. Здрасте. Здрасте. И вытащите меня из этой вот вашей помойки. Вообще-то, еще полгода назад тебе эта помойка оказалась раем. Ну, Аллочка, ну вот я ж не про твою квартиру, я про свою жизнь вообще. Слушай, а ничего, что билет в новую жизнь женат? А ничего, что у меня есть козырь? Поехали. Мы едем к папе. Так, все, пошли. Входим, выходим, выходим. Давай. Спасибо. Ну, вот. Проходите, располагайтесь. Интернет, телек есть. Чисто, просторно. И до метро недалеко. Олег, тут даже горячей воды нет. Ой, Господи, прости. Ты даже не представляешь, как тяжело с ребенком, когда нет горячей воды. Это не постирать, не приготовить. Конечно, конечно, я понимаю. Я скажу хозяину, он купит нагреватель, и я в ближайшее время установлю. Спасибо. Скажи, а почему ты столько времени молчала, что у меня есть сын? Ну, сначала я не хотела тебя напрягать, а сейчас просто уже крайне нет сил. Я ни прокормить его не могу, ни одеть. Олег, если ты сомневаешься, что это твой ребенок, то можешь сделать тест на отцовство. Но это твой сын. Я не сомневаюсь. Хочешь взять его на ручки? Хочешь к папе? Маленький. Папа у нас хороший. Олег, давай, возьми его на ручки. Сереженька, ты что, не хочешь к папе? Он стесняется, боится еще. Не привык. Ну, что у нас тут? Все у вас благополучно соответствует одиннадцатой неделе беременности. Как себя чувствуете? Признаков токсикоза нет? Нет, все хорошо. Скажите, а сердцебиение уже слышно? Сейчас. Бьется. Так, держите. Ага. Смотри, наш малыш. Слушай, по-моему, вот так. Ну-с, жду вас на следующий плановый осмотр. Ау, хозяева. А к нам папочка наш приедет. Девушка, я тут… Ты? А что вы тут делаете? Ну, я-то нагреватель привез. Понятно. Способ номер пятнадцать. Мадонна с младенцем. Неужели Олег на это купился? В общем, ладно, это не мое дело. Разбирайтесь сами. Я тебя не видел, а ты меня не видела. А с нагревателем-то что мне делать? Соври что-нибудь, ты же умеешь. Мама! Фонд Люди, добрый день. Меня зовут Евгений. Да, конечно. Здрасте. Фонд Люди, чем могу вам помочь? Вера. Ух ты, привет. Какими судьбами в нашем королевстве? Я была здесь недалеко, в торговом центре. Смотрю, день рабочий закончился. Думаю, дай заеду за мужем, заберу его с работы. Замечательно выглядишь. А мне сказали, что вы с Олегом по больницам мотаетесь. Я забереживал. Не переживай. У нас все хорошо. Ты даже не представляешь, до какой степени у нас все хорошо. Вера, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Да, о чем? Вера. Привет. Привет. А ты чего здесь? Что случилось? Нет, ничего не случилось. Смотри. Эта я купила в детскую шторы. Нравится? Красота. На выходных повесим. Ну? Смотри, какая прелесть. Я не могла пройти мимо. Прелесть, да? Здорово. Ты думаешь, что сумасшедшая? Конечно. Я тебя за это и люблю. Ладно, ребят, не стану вам мешать. Подожди, ты хотел о чем-то поговорить? Да. Я вас хотел поздравить, ребят. Спасибо, дружище. Спасибо. Спасибо. Смотри, какие малюсенькие. Класс, класс. Мне очень нравится. Да. Нравится, правда? Очень. Ну скажи, я сумасшедшая? Да. Ну, теперь точно все. В багажнике проверил, в салоне проверил. Молодец. Слушай, давай скорее шторы повесим. Мне так не терпится. Слушай, ну сейчас я разуюсь, переоденусь и повесим. Прости, важный разговор. Я на секунду. Угу. Вера, мне надо срочно отъехать. Спонсоры встречу назначили. Надолго? Да нет, не думаю. Приеду, шторы повесим. Только без меня не делай ничего, пожалуйста. Хорошо. Поехал. Приезжай скорее. Все. Пока. Спасибо, что приехал. Мишта, привет. Что случилось? Попросила срочно приехать. Я тебе звоню всю дорогу, трубку не берешь. А, так я просто звук забыла включить. У меня Сережка спал. Олег, слушай, меня тут на собеседование позвали, ей нужно отъехать. Помнишь, я говорила, что работаю еще? Пожалуйста, посиди, Сережка, немножко, а? В смысле? Жан, я тебе что, мальчик на побегушках, по первому свисту приезжать должен, что ли? Ну, не сердись. Ну, с кем его оставили-то, ну? А ты его отец все-таки. Я скоро вернусь, не задержусь. Ну… Ладно, только не задерживайся, пожалуйста. Спасибо. Привет. Привет. Жанн, это мой? А, нет, это мой. А, хорошо. Да-да, я уже выезжаю. Вот смотри, Серёжа, это кто у тебя здесь? Это кто? Обезьянка. Обезьянка? А это? Лошадка. Скорая помощь, лошадка. Алло, скорая. Да, внимательно слушайте. Я беременна, мне очень плохо. Скажите, сонселье, улица у вас есть? Кровотечения? Алло, женщина? Да, у меня есть кровотечение. Приезжайте, пожалуйста, скорее. Так, адрес диктуйте? Сейчас я… Диктуйте адрес. Улица… Сейчас, я на всякий случай дверь открою. Адрес, пожалуйста. Алло, мне нужен ваш адрес, чтобы вы смогли оказать нам руку. Алло, алло, женщина, вы меня слышите? Женщина, адрес, вы диктуйте? Алло, 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 женщина, алло. Олег, Вера! Олег, Вера! Ой, Господи, Верочка! Верочка! Ой, Верочка! Ой… Алло… Алло… Скорая! Обалдеть! Ну ты даешь! И что, он прям взял и согласился? А я и не спрашивала. Надо же мне как-то мужика к ребенку приучать. Макс, между прочим, с первых дней с ним нянька, а этот на руки взять боится. Ну ничего, я когда уходила, они уже там вовсю игрались. Вот так. Вот ты смелая, Жан. Будешь тут смелой. Я уже одурела от сиденья дома. У меня эти пеленки вот здесь вот сидят. Я погулять хочу, понимаешь? Слушай, раньше надо было думать. Вот если б ты не прощелкала, аборт бы вовремя сделала, все было бы нормально. Так кто же знал-то, что я залетела? Я думала, что у меня задержка, как обычно. Слушай, ну зато теперь у тебя голосов есть, да? Классный мужик, а? Погулять отпускает, деньги дает. Вот если б еще не женат… М-м-м? Жена не стенка, подвинем. В смысле? В прямом. Алло? Ты где хочешь? Давай возвращайся скорее, у меня времени больше нет. Я поняла. Скучает? Ладно. Беги давай. Сережке привет передавай. А то. Давай. Давай, пока. Вы муж Колосов? Да. Что с ней? Она жива? Да, конечно. Но вот ребенок, его спасти не удалось. Большая кровопотеря. Привезли бы раньше, был бы шанс что-то сделать. Вот так. Вера. Прости меня. Ага, где же ты был? Я звонила тебе, а ты не отвечала, не отвечала. Если бы ты приехал, все было бы по-другому. А теперь его нет. Ребенка больше нет. Ижа никогда не будет. Никогда не будет. Это ты виновата. Это ты во всём виновата. Ты виновата. Тихо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Вер, ну поговори со мной. Добро пожаловать в Казахстан! Вер, ну так нельзя. Ты совсем ничего не ешь. Хочешь, пойдем прогуляемся? Подышим свежим воздухом? Не хочу. Ладно. Не хочешь сегодня, а завтра прогуляемся. Я позвонил в офис, отпросился на завтра. Ты можешь оставить меня в покое? Можешь. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Олег. У себя? Да. Вечером заеду? Конечно. Олег, куда ты пропалась? Звонишь, не приходишь. Что за дела? Вообще у меня деньги? Коль. Деньги я тебе переведу на карту. И не звони мне больше. Все, я сейчас занят, не могу говорить. Я не помешал? Что? Да нет, заходи. Олег, я получил твои требования на анализатор и компьютерный томограф. Ну и что? Олег, ты же был на собрании. Ты не понял нашу ситуацию? У нас нет денег. У нас никогда нет денег. Тем не менее, детей надо лечить. Олег, вернись на землю. Стройка в Южанске съела последнее. Нам не на что оборудовать детский центр. Твое интервью не помогло. Спонсоров нет. Кредитов по горло. Единственный выход – это приостановить всю деятельность до лучших времен. Если, конечно, такие времена настанут. Тоже сейчас не серьезно, да? Я серьезен, как никогда. Я не вижу другого выхода. प्रियа चैस ПОДПИШИСЬ! 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 Лера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Георгий Вадимович, сегодня не могу. До завтра никак не терпит. Терпела бы не терпит. Прости, не могу. Георгий Вадимович, я не могу. Поезжай. Не поеду. Ты важнее. Не переживай за меня. Поезжай. Я в порядке. Герой Ядович. Уверен? Угу. – Привет, Олег. – Здрасьте. – Здравствуйте. – Вера, как? Спасибо, лучше. Что за спешка? – Спонсор назначил встречу. – Никитин? Ну да, Никитин. – Так я не… – Да нормально, сойдет. – И все-таки твое интервью выстрелило. – Ну, будем надеяться. Жанна? – О! – Какие люди! Сколько лет, сколько зим! Привет, Анютик. Хорошо выглядишь. А ты какая-то замученная. По делам или как? А… А я мимо проходила. Думаю, дай зайду, посмотрю. Здрасьте. Что-то у вас пустынно. Да, начальство все разъехалось. А. Так, а может оно и к лучшему? Пойдем, может кофейку жахнем, расскажешь мне новости последние. Пойдем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, как там твой роман со Стасом? Сделал он предложение уже? Какое там? Я уже надеяться перестала. Мне кажется, он об этой Вере больше, чем обо мне думает. Какой Вере? Голосу. Вера — это же у нас жена Олега. И что? У нее, когда выкидыш был, Стас как тигр по клятке метался. Как будто это его ребенок. В смысле выкидыш? Ну да. Олег весь серый ходил. Подожди, я понять не могу. А что мужики в этой Вере находят? Она же просто серая мышь. Ни кожи, ни рожи, ни темперамента. Мыши есть. С другой стороны, ее пожалеть можно. Детей-то больше не будет. Это значит, у нас Олег без наследника, что ли, остается? Ладно. Как твои дела? А, у меня все отлично. Я-то знаешь, решила снова в фонд устроиться. Только никак не могу с Олегом поговорить. Я как не позвоню, его никогда нет на работе. Анютик, слушай. А может быть, ты мне позвонишь, когда он придет? Я сразу прилечу. Да не беру, не вопрос. Спасибо тебе большое. Не за что. Олег? Олег Павлович? Да, Леш, привет. Это в работе. Олег Павлович, скажите честно, что происходит? В фонде большие проблемы с деньгами. А спонсор? Вы же ездили сегодня с Георгием Вадимовичем. Спонсор даст деньги. Встреча закончилась банальным «спасибо, мы вам позвоним», что в переводе на «человеческий» означает «как-нибудь в другой жизни». Ну, а как же? Да вот так же. Если ничего не изменится, фонд придется закрывать. Так, чтобы в ближайшее время тебе отправляться в свободное плавание. Ничего, не переживай. Ты здесь многому научился, многое знаешь, много умеешь. Без работы не останешься. Что с тобой? Да, в фонде опять неприятности. И на этот раз, по-моему, тупик. Понятно. Значит, пора устраивать день благодарения. Что? Ну, это мама придумала. Когда у нас все совсем было плохо, она накрывала стол, все собирались и благодарили друг друга. И ты знаешь, что самое интересное? После этого все налаживалось. Я уверена, что если верить во что-то хорошее, то все будет хорошо. Утешительница ты моя. Слушай, вообще-то… Да, праздник, когда все плохо. Праздник на зло всему. Ты гений. Нет. Верочка, ты гений. Да нет, перестань. Верочка, я тебя обожаю. Гений. Все правильно. Чтобы спасти фонд, нужно устроить большой праздник. Гарантиозный благотворительный вечер. Представляешь? Отлично, отлично. Мы так и поступим. Отлично. Мы так и сделаем. Замечательно. Молодец. Так. А завтра, мой любимый гений, мы идем в ресторан. Отмечать годовщину нашей свадьбы. Ну, не надо в ресторан. Это ж не круглая дата. Обязательно надо. Еще как надо. За нас. Да, Вера. Встречаемся в ресторане полшестого. Да, давай. Анют, только ты можешь мне помочь. Конечно. Что я должна? Закажи вот на этом сайте букет «Эустом». А что заказать? Долго тебя ждать? Сейчас, минуту. Это цветы такие. Японские розы. Нужен букет. Пяти часам. К семнадцати ноль ноль. Позже будет поздно. Любимые цветы Веры? Да. Спасибо. Жанночка, это я. Если хочешь застать Олега, приезжай до пяти. Потом оно скачет. Судя по всему, у него рандеву с любимой Верочкой. Спасибо, давай. Ага. Ну, что там? Мне срочно надо к Олегу. Давай, беги, беги. Вставай, давай. Ну, все. Поспал. Подъем. Ты зачем его будешь? Ты только натиснул. Не жалко ребенка? Давай я с ним посижу, а? Нет уж. Мы вдвоем идем к папочке. Давай, давай, давай. Такой шанс нельзя упускать. О, вот так вот давай. Вот, молодец. В общем, ты его пока одевай, а я пойду собираться. Да, Сереж. Да играется твоя мама. Мы все время ездим к спонсорам просить деньги. Так все делают. Ты можешь предложить какую-то другую схему? Чудо, которое поднимет нас с колен? Чудо? Прекрасное слово. Сейчас только не смейтесь. Мы должны показать спонсорам, что их деньги помогают нам дарить людям чудо-надежды. То есть, ты предлагаешь возить спонсоров по местам катастроф? Нет, никого никуда не надо возить. Нам нужно просто устроить праздник. Здесь, у себя. Повод есть. Юбилей фонда. Десять лет. Давайте расскажем спонсорам, что мы сделали за эти десять лет при помощи их денег. Такой праздник влетит в копеечку, а новый кредит нам могут не дать. Ты предлагаешь идти грабить банки? На деньги для твоего праздника фонд может протянуть еще несколько месяцев. Правильно. Ключевое слово – протянуть. А этот юбилей, между прочим, последний шанс сделать что-то масштабное. Да. Авантюра, конечно, чистой воды. Вот и я думаю. Есть другие предложения. Но именно поэтому, Стас, все может получиться. Ну, давай рискнем. Олег, я в тебя верю. Глядишь, и спонсоры проникнутся. Отлично. Ну, вот. Пленительная женщина. Великолепно. Спасибо большое. Извините. Алло. Ага. Да, я заказывала такси. Абсолютно точно едем в ресторан Дежавю. А хотя подождите. У меня есть еще время. Заберем мужа из офиса, а потом в ресторан. Здрасте. Олег, ну я так больше не могу. Я не понял. А что ты здесь делаешь? Ну, ты совсем пропал. Сережка его ночами не спит, тебя зовет. Ну, в самом деле… Жанна, мы договорились. Сына я не оставляю. Денег тебе даю. И вообще здесь не время и не место выяснять отношения. Тихо-тихо-тихо. Что ты кричишь? Ты мне ребенка пугаешь. Тихо-тихо, маленький. Тихо-тихо. Ну, прости. Прости. Иди ко мне. Иди ко мне. Прости. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ну, все хорошо. Ну, вот так-то лучше. Посмотри, как он скучал по тебе. Ты скучал по тебе? Да. А мы научились с ним папа говорить. Да. Сереженька, скажи «папа». Давай. Па-па. А ну? Папа, скажи, кому говорят. Олег, у себя? Тихо-тихо, не предупреждай. Это сюрприз. Папа. 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 Вера. Здрасте. Вера, я… Вера. Прости. На, держи. Вера. Тихо-тихо-тихо. Вера. 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 Поехали. Вера, подожди. Вера, подожди. Вера, пожалуйста, давай поговорим. Вот ты в прошлый раз так же собирала вещи. Выдвинула ультиматум, уехала в аэропорт. Я расстроился, напился. Ну, ну, да, согласен, не самый здравый поступок. Короче, я проснулся, ничего не понял. Но я сразу сказал, продолжения не будет. Пойми ты, это случайность. Отчаянная и глупая случайность. Доставь эти вещи. Послушай, я люблю тебя. Только тебя. С этой женщиной меня не связывают никакие чувства. Ничего. Только ребенка? Да. Но я клянусь тебе, я сам только недавно узнал о том, что он есть. Я хотел тебе рассказать, но боялся навредить, боялся потерять тебя. Прости меня, пожалуйста. Ну, дай мне шанс все исправить. Меня тошнит. Даже твоего голоса. Я видеть тебя не могу. Даже так? Ну, хорошо. Я не буду тебя больше мучить. Оставайся. Уйду я. Привет, Лара. Как же хорошо, что ты позвонила. Ты знаешь, я поверить не могла в то, что Олег… А что Олег? Такой же козел, как и все мужики. Слушай, нам уже неприлично с тобой носить розовые очки. Нужно использовать мужиков по прямому назначению. Я правильно говорю, молодой человек? Правильно. Я бы так не смогла. Да не будь дурой. Вон мой. Свалил на боли. Между прочим, не один. Ты думаешь, он мне позвонил, поздравил с днем рождения? Ой, слушай, прости, пожалуйста, я совсем забыла. Да забей. Ты что думаешь, я буду страдать, что ли? Сейчас. Пойдем пообщаться. Пойдем. Ты что, с ума зашла? А что? Я собираюсь как следует поразлишься. Ты со мной? Не… Скучаешь, девушки? Немного. Но вы нас обязательно развлечете. Скучаешь, красавец. Ну что, давай выпьем за идиота. Ну что ты раскис? Вера позлится-позлится и помиритесь, все будет как прежде. Не будет как прежде. Она ведь простит. Ты знаешь, а ведь я даже когда-то об этом мечтал. О чем? Да чтоб ты дерьма хлебнул, которую я жрал всю жизнь. Большой ложкой. Я что-то не понял сейчас. Да куда тебе? Это же не ты матери в школе после уроков полы мыть помогал. Не тебя дразнили уборщицей, а в институте я вагоны разгружал. И ночевал на вокзале, если метро закрыто было. А ты в это время с отцом по всему свету разъезжал и мне подарочные сувенирчики привозил. Так а че я об этом первый раз слышу? Че ты раньше мне об этом не говорил? Ты не спрашивал, а я бы не сказал. Зря. Во-первых, никто бы не стал смеяться. Во-вторых, мы могли бы помочь. Да ты помог. Ты помог. Ты же меня в фонд устроил. Верочка, вам шампанское повторить? Нет, спасибо, мне пора домой. Какие проблемы? Я провожу. Ваша подруга такая скромная. Мы продолжим. Ну, ты чего такая суровая, а? Ну, сейчас поедем ко мне, выпьем, поговорим, да? Ну, давай, расслабься. Здесь нам никто не помешает. Руку убери. Ну, ты чего? Ничего. А водителя стесняешься? Ну, не обращай внимания. Какая у тебя красивая вещица, а? Я сказала, руку убери. Ты что, глухой? Хорошего дела ты, детка. Ты чего? Ты что, не понял, что ли? Детка, давай, ты же хочешь. Я говорю, руки убери. Остановите машину. Пошла ты! Урод! Дура! Давай, передохнем. Тебе что, заказать? Минуточку. Хорошо. Два коктейля. Хорошо, сделаю. Алло. Алло, Лар. Слушай, ты можешь меня забрать? А ты где? Да я на улице стою около Москва-Сити. Этот урод ко мне в машине приставать стал. Я выскочила из машины, у меня, по-моему, котелёк вывалился. Я стою здесь и не знаю, что мне делать. Знаешь что, Вер, решай свою проблему сама. Я из-за твоих капризов не собираюсь портить тебе вечер. Так что, всё наладилось. И у тебя с Верой всё наладится, вот увидишь. Извини. Да. Да, могу. Конечно. Слушай, прости, друг позвонил. Там проблемы, нужно подъехать, помочь. Я быстро съезжу, а ты располагайся на диване. Так может я тоже помогу? Не-не-не, я один, ты располагайся. Располагайся. Спасибо тебе. Пожалуйста. Спасибо, что не задавал вопросов. Ты просто знаешь, что я всегда рядом. Я знаю. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чёрт ключи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Казалось бы, всё так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звёзды Взлетая наперебой Тогда ещё были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов Угу И тогда он собрал вещи И ушёл И ты не остановила А разве такое прощают? И не такое прощают Сколько я Борюсика прощала Бывало, завалится Пожрёт, заначку стянет Какой всё это терпели Так другого-то Бог не дал И пил, и бил, и гулял Терпела Ради дочки думала Что без отца не осталось Я бы так не смогла Так ты себя со мной не равняй Я по привычке жила Вера, а у вас с Олешкой любовь А любовь она не всем даётся Какая любовь, тётя Валь Когда любит, с другими не спят Ну так, человек, Вера, не ангел Ошибается А Олег тебя любит Ну а гордостью иногда и поступиться можно Олег Павлович Олег Павлович Ну? А вот списки спонсоров Давай Всех, кто был приглашён И кто подтвердился Я отметила крестиком Кто не подтвердился Ноликом И это всё? С Никитиным что? Не определился Состав мне отдельный список Всех неопределившихся Я сегодня их всех объеду И приглашу лично Вы уверены? Может, не стоит? Жвачка есть? Есть Но, думаю, не поможет Ладно Всё, Ванют Свободна Нужна будешь вызова Угу Что случилось? Олег, Серёжа заболел У него сыпь красная По всему телу Горячий И плачет не переставая Тихо, тихо Я не знаю Как здесь вызвать врача Приезжай, пожалуйста Ничего страшного Сыпь в вашем случае Это обычная крапильница Давайте начнём с неседативных антигистаминных препаратов Посмотрим, как отреагивает организм Да, спасибо, доктор, большое А в целом Если не хотите развития хронической аллергии Смените атмосферу в доме Я провожу Спасибо вам большое Ты ж мой зайчик Ты мой хороший Хорошенька Помничка Ну что Будем лечиться? Будем Серёжка Ты заболел Заболел Он скучал по тебе Угу Ты скучал? Да Да? И я скучал Не извини, я Буду стараться больше времени уделять сыну Да и вообще Буду заходить чаще Ну что Готова, хозяйка? Принимаю работу Здравствуй, Вера Спасибо Пожалуйста Я только за костюмом Проходи Ну ты как? Нормально Да Я надеюсь, что твой благотворительный вечер пройдёт хорошо Надеешься А ты не придёшь? Не знаю Да Понятно Ладно, я быстро Кто? Антон Ильич Добрый день Здравствуйте Евгений Викторович Здравствуйте Я уверен, вам не будет круто Спасибо большое Три коллеги приехали пожрать на халяву Скорее удавят Зачем кошельки свои откроют Олег, это всё что? Я надеялся на больший интерес Я всех объехал Не волнуйтесь, Георгиевич Подтянутся, ещё не вечер Вера приедет? Вот это вряд ли Ладно, пойду посмотрю, всё ли готово Давай Давай Никитин Опа Олег всё-таки его заманил Если мы заполучим Никитину, это будет Да, это будет спасение Сергей Владимирович Рад видеть Здравствуйте Георгий Вадимович Станислав Михайлович Бойко Наш финансовый гений Просто Стас Очень приятно Ещё раз добрый вечер, дорогие гости Сегодня у нашего фонда люди юбилей Мы много успели сделать за эти десять лет Были у нас победы, но также были и потери Самым трагичным для меня стал 2009 год Помните это Наводнение в Южанске Когда при оказании помощи пострадавшим Погибли сотрудники фонда И в том числе его основатель И мой друг Паша Колосов Но жизнь не стоит на месте Мы продолжаем трудиться О наших новых планах расскажет Сын основателя фонда Павла Колосова Олег Колосов Спасибо 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 большое, уважаемый Георгий Вадимович Дорогие друзья Уважаемые гости Дамы и господа Отлично Во-первых, спасибо, что пришли Пришли разделить с нами очень важные и радостные события Юбилей фонда Вот уже десять лет, как мы помогаем людям, попавшим в беду Справиться с горем – задача не из лёгких Особенно, если это касается переживших трагедию детей Посмотрите в эти глаза Да В них боль Страх Безысходность Наша задача – вернуть им радость жизни Счастье, улыбки И это наша главная цель, дорогие друзья И... И... Я верю в то, что ваши сердца не останутся равнодушными Чтобы лечить детей, мы уже сделали первые, но очень важные шаги Мы разработали специальные методики и программы Новый детский реабилитационный центр В Южанске уже почти готов к открытию Кироги, на Урале пожары сильные Полный обрал Попросили помощи, нужен специалист-профи Ну, пусть Алексей слетает, как думаешь? Он не справится Наверное, лучше Олега отправить А что говорить о детях, они самые беспомощные и уязвимые среди нас И очень важно, чтобы оказался рядом кто-то, кто сможет протянуть им руку помощи в трудную минуту Пожалуйста Помогите И мы, наши маленькие подопечные, будем вам очень, очень признательны Благодарю за внимание Спасибо 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 Рад, что пришли, спасибо Олег, ну я впечатлен, вы молодцы Спасибо Да, знаете что? Я думаю, я вложу все Будем рады сотрудничеству Спасибо, увидимся Ты прекрасна Хорошо, что ты пришла Олег, привет, Верыч, извини На Урале форс-мажор Пожары набирают силу, у людей паника Местные просят опытного психолога В общем, я все решил, договорился, летишь сегодня вечером Пойдем, обсудим детали Полгода-то Давай, я жду Прости, Вера Спасибо Вот уже вторую неделю сообщения о борьбе с лесными пожарами напоминают фронтовые сводки По предварительным данным, жертвами стихии стали не менее пятнадцати человек Сорок шесть человек числятся пропавшими без вести Более трехсот двадцати лишились крова Силами властей делается все возможное по борьбе с пожарами Появляются новые очаги возгорания Переброшена спецтехника Стянута авиация, больше двадцати самолетов и вертолетов Верочка, ты занята? Проходите, проходите, пожалуйста С огнем борются сотни пожарных Принарядилась вот Хорошо выглядите Да ты меня еще в молодости не видела Ой, я что, собственно, я тут к дочке собралась Сеточки мои не польешь Вот, запасные ключи Да, я ее полью, езжайте спокойно ...кощить лесных пожаров за последние сутки была уменьшена еще на десять процентов Олежек не звонил Как он там? Мы решим чрезвычайной ситуации Третий день на связи ...сохраняется в шести субъектах Уральского автономного округа Распишитесь там, где галочки Ой, Анюта, привет! Мне Олег нужен срочно, я зайду к нему Так Олег на Урале пропал? Уже три дня на связь не выходит В смысле пропал? Куда? Не будем отвлекать секретаря от работы, пройдемте со мной Что ты сюда приперлась? Это правда, что Олег пропал? Да Капец! Он мне деньги должен сегодня перечислить? Ты очаровательна в своем эгоизме Да? Я б на тебя посмотрела Если с ним что-нибудь случится, кто мне алименты-то перечислять будет? Женушка его что ли? Ты Веру не трогай, даже думать забудь А чего это ты так впрягаешься за нее? Втерился что ли? Это тебя не касается Опа! Ну тогда я вообще тебя не понимаю Мы могли бы разделить эту сладкую парочку И каждый взял бы свой кусочек пирожка Да А ты настойчивая А тебе кто мешает быть настойчивым? Что? Что ты с Олегом? Тише, тише, не волнуйся Все хорошо То есть все по-прежнему, а новостей пока нет Проходи Проходи Просто заехал узнать, как ты Я понимаю, как тебе сейчас тяжело Я когда тебя увидела, так испугалась Мне столько раз снилось это в кошмарах Вот что мне сейчас Радоваться от того, что я тебе снюсь, или плакать от того, что в кошмарах Вот видишь, уже улыбнулась Я очень люблю твою улыбку Перед тем, как Олег уехал, мы даже не поговорили Если с ним что-нибудь случится, я себе этого не прощу Зачем ты себя накручиваешь? Кому от этого будет легче? Не знаю Помнишь, когда мы с тобой познакомились, я тебе рассказывал? Эх Это Олег Алло, Олег Алло, Вера Ты жив? Да-да, я жив, жив Привет, любимая моя Да Тут ветер смеился, пожар, сотовая вышка сгорела, но уже все в порядке Любимая моя Ой, слава Богу Я так за тебя переживала Все в порядке, все живы, все хорошо, главное, что я твой голос услышал Олег, я тебя очень люблю, слышишь? Я очень жду тебя, приезжай скорей домой Я тебя люблю, я скоро приеду Да-да, конечно, возвращайся, пока Все, до встречи, целую тебя, пока Пока Внимание пассажиры! Совершил посадку самолета в следующий рейс СЮ-4-17 Екатеринбург Маскор Спасибо Вера! Привет Поехали, скорее домой, я тебя накормлю, отдохнешь, поехали Поехали Но можно не торопиться, после такой командировки положены выходные Сегодня и завтра, я только с тобой Поехали Поехали Олег, как я тебя ждала, как переживала Ну, дождалась ведь Да У героев нет выходных? Как это нет? Сегодня выходной Это Алексей, я ему позже наберу Ну, ответь Ну, вдруг что-то важное, ответь Да ну Ну, давай, ответь, ну правда, ответь Ответь, ответь, ответь Да, Леша, слушаю тебя Олег Павлович, добрый день Тут у Георгия Вадимовича встреча со спонсором Вам бы подъехать Угу Ну, я понял Давай Ответил на свою голову У него какие-то вопросы по материалам для спонсора Да не объясни ты Поезжай Сделай дела, потом возвращайся, я тебя ждать буду Хочешь приготовить что-нибудь вкусное, хочешь? Угу Удиви меня Чем-нибудь вкусненьким Ну, пошел Давай Привет, Анюта Ой Здрасьте, Олег Павлович, как вы? Отлично Мы так волновались, когда связь пропала Все хорошо, что хорошо кончается Георгий Вадимович у себя? Да Хорошо Олег Павлович Угу Простите, но туда нельзя, там сейчас важная встреча Важная, тогда мне тем более туда надо Но они просили не беспокоить Спасибо Привет Здрасьте Здорово О, у нас гости Что там? Привет, Олег Приветствую Хорошо, что ты приехал Угу Не хотел тебя дергать в твой законный выходной Вот знакомьтесь Андрей Львович Дерюгин Встречались Здрасьте Здравствуйте Ну, в общем, мы все обсудили И, надеюсь, пришли к взаимопониманию Всего хорошего Георгий Вадимович Всего доброго Станислав Михайлович Всего доброго Ну да Глеб, проводи Угу Что он здесь делает? А это твой Благотворительный вечер аукается Как только узнали, что Никитин с нами Многие желающие подтянулись Вот Дерюгин Решил крупно вложиться Не думаю, что это хорошая идея Почему? Дела у нас, конечно, налаживаются Но деньги-то лишними не бывают Мы два года жили без поступления У компании Дерюгина, извиняюсь, дерьмовая репутация Я слышал, это грязные деньги Да какая разница, откуда у него деньги Главное, мы же можем помочь людям То есть, ты хочешь, чтоб наш фонд отмывал деньги? Мы не банк Мы не отмываем Если дерюгинские деньги помогут оборудовать детский центр Я закрою глаза на все остальное По-моему, в детский центр собирался вложиться Никитин Или я что-то путаю Он передумал? Олег, послушай Первого транша Никитина едва хватит, чтоб погасить кредиты Одними только никитинскими деньгами фонд не спасти А вот отец не стал бы работать с грязными деньгами Да, Георгий Вадимович? Я прав? Нет? Да, это точно Ты такой же упертый, как твой отец Дерюгин для фонда сейчас спасательный круг Коллеги, мы только отмылись от той газетной грязи И Дерюгин здесь со своими модными деньгами Сейчас нас опять утопит О чем вы говорите? Простите, что отвлекаю, Олег Павлович Вас там Алексей ищет Срочно Спасибо Давай, иди Решай свои проблемы Ну, на всякий случай, я против Ну что, звоню Дерюгину, отказываюсь? Да подожди и не суетись Надо помозговать Вот И тут мои аргументы их наконец убедили Так что поищем другого спонсора Все Вер, ты где? М? Ты в порядке? А? Что с тобой? Да, все хорошо Правда? Правда, правда, ты молодец Вера Мы договорились ничего не скрывать Ну, хорошо Хорошо У меня к тебе есть одна просьба Я не знаю, как ты к ней отнесешься Я хочу, чтобы ты познакомил меня со своим сыном Хорошо Сереженька Посмотри, кто к нам пришел К нам папа пришел Помаши ручкой Привет Привет Что ж ты не сказал, что ты придешь Я даже ничего приготовить не успела Давай я сейчас чай пойду Спасибо, не надо Кофе? Нет-нет, спасибо Я хочу погулять с Сережкой А, так сейчас мы соберемся Быстренько Не надо, мы сами погуляем, без тебя Можно? Почему? Я хочу познакомить его с Верой Смотри, видишь, тетя на лавочке сидит Красиво Смотри Познакомься, это тетя Вера Это Сережка Привет А у меня для тебя кое-что есть Оп Держи Ну, держи, это тебе Сереженька Сереженька Ну, ты чего? Ну, не нравится? Сережка Сережа хочет к маме Он привыкнет, Вера Он привыкнет, Вера Не расстраивайся, пожалуйста Сережа Сережа Вера Вера Сережа Еле уснул И знаешь что, Олег, я не позволю тебе вот так вот приходить и забирать моего ребенка, понятно? Сережка еще и мой ребенок, разве нет? Сережа, это единственное, что у меня есть, и я не позволю каким-то чужим женщинам его забирать, понятно? Жанна, я просто хотел познакомить его со своей женой, вот и все, успокойся Ты больной? Какое отношение твоя жена имеет к моему ребенку? Я тебя услышал, все, решу как быть Вера Спасибо за чай Вера Вера Прости меня Я не смогла Это ты меня прости Я все исправлю Я люблю тебя Алина Алина Да И Коко Привет, Сережка Привет Это тебе Ну считай, что так Ты в порядке? Это почему такая щедрость? Меня не будет какое-то время, мы с Верой решили уехать в Южанск А как же мы? Я всегда на связи, позвонишь, если что Деньги буду высылать регулярно Все, Сережка, пока 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 Прошу назначить меня Колосова Олега Павловича на должность директора реабилитационного центра в Южанске Что тебе сейчас делать в Южанске? Сейчас более-менее готово только одно отделение Прекрасно, вот я его и открою Олег, это не твой уровень Ну что значит не мой уровень? Это наш центр, он носит имя отца Ну как это не мой уровень? Ты нужен мне здесь Георгий Вадимович Дорогой, ну отпустите, пожалуйста Нам с Верой нужна эта перемена Это поможет нам начать все сначала Пожалуйста Ну и все эти ваши семейные проблемы Ну бывает Потом я на открытии этого первого отделения такую рекламную кампанию разверну Что мы весь центр целиком откроем Местных меценатов подтяну Ну Ну Ладно, езжай Но только финансами будет заниматься другой человек Замечательно, ради Бога Тем более, что возня с бумажками не мой конек И помощник мне не помешает Ладно, давай-давай, все, езжай Спасибо Магнит на холодильник подарю Спасибо Окей Ну ничего, нам же с тобой на новом месте не привыкать Правда, Вер? Зато мы столько с тобой дел там наворочаем Как же Сережка похож на тебя, Маленького Да Ты будешь по нему скучать Ты уверен, что мы должны ехать? Конечно, что за вопросы А Сережка, ну ничего, буду приезжать, буду помогать Все будет хорошо Я слышал директором в Южанске Олусовье Это правда? Да И как же вы ему собираетесь объяснить мое участие в проекте? Это уже наша проблема Но деньги мои Я бы не хотел разочаровываться в своих вложениях Не беспокойтесь В финансовые вопросы Олег не вмешивается, это не его профиль Финансовые проблемы в Южанске решает Другой человек Надеюсь, наша особая договоренность в силе? Разумеется Пока у нас серьезных пожаров, землетрясения не предвидится Мы будем использовать детский центр Там нужны серьезные вливания Корпус недостроен Медикаменты нового поколения Угу Ну что ж Привет, что случилось? Что за спешка-то? Аллочка, наконец-то! Слушай, посиди с малым немножко, мне коллегу надо сгонять Ты представляешь, он решил со своей женой в другой город поехать, нормально? Да ты что? И что ты будешь делать? Ну как что? Пасовать точно не буду, смотри, что я придумала Новый телефон? Нет, это типа второй телефон Олега, я специально купила Хочу его жёночке показать все смски, которые мне настрочил Смотри, прямо сейчас Олег мне пишет смс Любимая, встретимся вечером Отправить Ой! Мне пришла смс от Олега Смотри, надо ответить Конечно, любимый Вуаля Мать, тебе не кажется, что это уже перебор? Ну, знаешь, никто не заставлял его со мной спать, не заставлял А тут дело такое Любишь медок, люби и холодок Все, я побежала Ладно, давай Сынуля, пока 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 Ну что? Да, дорогой Вер, я позадержусь сегодня немного, надо кое-какие дела решить Буду в 8 вечера Хорошо, договорились, пока Здравствуйте, я Жанна, помните меня? Я вас помню Олега нет дома А я не к Олегу, я к вам Можно пройти? Пожалуйста Спасибо А в комнату не пригласите? Нет Чего хотите? Вера Я пришла с вами поговорить, как женщина с женщиной Да Понимаете, Олег Ради вас Готов оставить самое дорогое, что у него есть Его кровиночку, его сына Сереженьку Я вас очень прошу Вера, не играйте на его порядочности, отпустите его Что значит, отпустите? Олег взрослый человек, он сам принимает решение Ой, правильно в народе говорят, жена все узнает последней Но вы же умная женщина, Вера Вы же должны понимать, что Олег живет на две семьи Вы его боевая подруга, не спорю Ну, а мы с Сережей Дом, тыл, семья Какой тыл? О чем? Вера, я понимаю, что после вашего выкидыша Олегу очень тяжело вас оставить, но он собирался Просто сейчас он, как порядочный человек, не может сделать этого Да, он мне все рассказал, у нас нет тайн друг от друга И мне вас искренне жалко Но вы поймите, он просто очень добрый А у вас с ним привычка Это просто привычка, Вера Вера, пошла вон Пошла вон Зря вы так, Вера Вы не сможете все время делать вид, что нас нет Какого нет? Вера Продолжение следует... Прости, но лгать больше не могу. Жаль, что я долго не увижу тебя и Серёжку. Не могу сейчас оставить Веру одну. Ты знаешь, выкидыш — это моя вина. Люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вер, привет, я дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости, что опоздал. Я надо было закончить с делами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Абонент недоступен, абонент недоступен, абонент недоступен. Абонент недоступен, абонент недоступен, абонент недоступен, абонент недоступен. Верка, какими судьбами? Привет. Решил вас наконец-то навестить. Ну, правильно. Кого еще принесло в такую рань? У меня еще два часа до уроков. Ируся, смотри, дочка в гости приехала. Доброе утро. Извините, что разбудила вас. Здрасте. Ты одна, что ли? Без мужа? Я одна. Ну, ладно, пойдем. Потом расскажешь. Это вам. А куда мне в нем? В школу вроде как. Не наденешь его. Подожди, дай-ка я посмотрю. Ну, тепло в нем будет не очень, да. Ну? Ну? Ух ты! Класс! А ну-ка встань, руки подними. Слушай, по-моему оно морщит как-то под руками, нет? А ну повернись. Надо было на размер больше брать. Не-не, не нужно. Это фасон такой, он не должен висять. Тебе нравится, папуля? Ну да, симпатичный очень. И мне нравится. А ну-ка, если вот так. Крутой у тебя фон. А с чего он отключен? А? Это тебе. Спасибо. Самая модная молодежь сейчас. Будешь в тренде. Класс. По-моему, бледнит. Класс. Ну что ты, Ирусик, тебе очень идет. Да? Ну тогда спасибо. Нравится? О, муж твой, наверное, беспокоится, как ты доехала. Пап, не говори Олегу, что я здесь. Привет, Олег. Николай Петрович, здрасте. К вам Вера не приезжала, не звонила. У меня-то что случилось? Да, ничего страшного. Просто я думал, она к вам поехала. Нет, ей… Ее здесь нет. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Я не понял. Ты что, от мужа прячешься? Я не прячусь. Я ушла от Олега. То есть? То есть, как это ты ушла? А жить где ты теперь собираешься? Водоёт. Муж-прибабка, квартира в Москве. Что еще надо? У тебя теперь работы нет. Квартиры нет. Ты что думаешь, мы тебя, что ли, содержать будем? Подожди, Ира. Так, ну, пойдем поговорим. Да не трогай ты чужой телефон. Веруша. Бросить все и уйти — это не решение проблемы. А так молчком. Но это вообще ни в какие ворота. У меня были на то веские причины. Ну, не хочешь рассказывать твое дело? Я в душу лезть не буду. Но ты ведь не девочка, жизнь заново начинать. Позвони мужу, поговори с ним. Я уверен, все наладится. Наладится. Ничего не наладится. Он меня предал. Я никогда его не прощу. Он для меня все равно, что умер. Предал? Простить она, видеть или не может? Да ты оглянись, посмотри на реальную жизнь. Одна сейчас не проживешь. Да нет, ну, что ты. Я тебя выгонять не собираюсь. Ну, хочешь оставайся? Ну, я прошу, подумай прежде хорошенько. Папуль, ты поверь, я обузой вам не буду. Мне просто… Просто нужно немного отдохнуть, понимаешь? Конечно, понимаю. Отдыхай. Отдыхай. Да, заявление напишем. Да, я понял. Да. Да. Есть. Так точно. Все меры будут приняты. Слушаю вас. Здравствуйте. Я бы хотел написать заявление по поводу пропажи человека. Моей жены. Она мне оставила записку. Вот, посмотрите, пожалуйста. Ну, понятно. Вы с ней поссорились. Вот она отсиживается где-то. Нет, нет. В том-то и дело, что мы не ссорились. Она… Дружище, помоги, а. Мне нужно ее найти. Она все для меня. Понимаешь? Ладно. Следователя пока нет. Вот здесь напиши разборчиво. Фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения и телефончик свой. Я пробью по базам. Посмотрю, может она билет купила на поезд или на самолет. Хорошо. Спасибо. О, вот, смотри. Вот. Сейчас. Ай, сейчас покажу. Смотри. Это мой телефон. И что? Тебя не учили, что чужое брать нехорошо? Вот только не надо нотаций. И, кстати, там симка моя. Отдай. А моя? Где сим-карта? А фиг ее знает. Пожалуйста, верни мою сим-карту. Слушай, что ты на меня гонишь? Сходи вон в салон, тебе эту симку за пять минут восстановят. Деловка. Вы чего разорались, а? Отец спит. Что вы орете, как резаная? Мало того, что ваша дочь тащила мой телефон, а она еще потеряла мою сим-карту. А не надо в чужом доме разбрасывать свои вещи. Ясно? Нет, вы меня послушайте. Я же… Нет, это ты меня послушай, дорогая. Ты не у себя дома. Не надо здесь устанавливать свои правила. Ира. Не нравится что-то? Пожалуйста, катись. Ира. Мы тебя не держим. Что Ира? Папа, папа, папа. Все, все, все. Не надо. Я и вправду уже загостилась. Пора мне. С катертью дорога. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Георгий Вадимович, это я. Ну, звоню, собственно… В общем, у меня форс-мажор. Вылет надо перенести. Мне необходимо остаться в Москве. Тьф, ты что, сдурел, что ли? Слушай, завтра ты должен быть в Южанске. Все оповещены. Пресса, телевидение, люди придут. Завтра открытие первого отделения центра. Ну, пусть меня кто-нибудь заменит. Я же не… Нет, нет, Олег. Ты… ты лицо фонда. Ты директор центра. Заменить себя неким. Я должен приехать и провести мероприятие. А потом будешь решать свои проблемы. Все, жду отчета. Внимание пассажиров до следующих рейсов, 113 до Южанске. Просьба пройти на посадку. Повторяю. Пассажиры, следующее рейсов, 113 до Южанске. Просьба пройти на посадку. Скажите, пожалуйста, в Дновороссийске доеду? Ну, доедем, садись. Спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Слушаю. Товарищ Колосов? Да. Это из полиции. Да-да, слушаю. Мужчина, вы будете проходить? Сейчас, секунду. Ваша жена 24-го выехала в Новороссийск. Вот, пожалуйста. Спасибо. Мужчина, вы куда? Посадочный талон возьмите. Коль. Сюда иди. Чего там? Олег. Здрасьте, Николай Петрович. Здрасьте. Здрасьте. Мне бы Веру повидать. Так это, ее нет. Николай Петрович, я же знаю, что она у вас. Нет, она была, но уехала. Честно, уехала. Давай, поднимайся. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше... tale меня так и рисовала. Это nagyon разный дифон Берега. Спасибо за просмотр, eggplant, о제가 уже не хотел. Продолжение следует... Казалось бы, всё так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звёзды Взлетая наперебой Тогда ещё были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Олег, все бабы одинаковы Я ей говорю Ну нельзя ж так, он же муж твой Ну она подумала Ладно, говорит, домой поеду Сейчас, небось, уже дома Разминулись На звонки-то она не отвечает Телефон всё время отключен Так это, Кристинка ж симку её посеяла Здорово Ладно Поеду я тогда Спасибо, Николай Петрович Счастливо Внимание Автобус до Москвы Еще пять минут Поспешите Автобус до Москвы Еще пять минут И мы отправляемся Автобус до Москвы Еще пять минут И мы отправляемся Девушка, вам в Москву? Нет. Автобус до Москвы. Всего пять минут и мы отправляемся. Внимание! Автобус до Москвы. Еще пять минут поспешите. Автобус до Москвы. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! А ну куда? Стой! Куда ты? Стоять! Стоять! Да уйди ты! Стой! Будешь знать, как сумки воровать! Какие сумки? Где моя сумка? Друг куда твой побежал? Какой друг? Товарищ председатель, какой друг? Сейчас разберемся. Пойдемте в отделение. Отделение где у вас? ПОДПИШИСЬ! Я задумалась, они выхватили сумку. Я побежала за ними, но мужчина их остановил. Ну и тот, который сзади на мопеде сидел, он спрыгнул и через дорогу. А вот этот человек… Да я вообще не приделок, товарищ следователь. Парень попросил подбросить, говорит, на свиданку опаздываю. Да я его в глазах первый раз видел. А чего тогда побежал? Да никуда я не бежал. Только это вон, как зарет. Ну, я и сразу понял, что меня соучастником назначили. Слушай, ты это своей бабушке будешь рассказывать, ладно? Иди, посиди в коридоре. А, паспорт? Я тебя вызову. Вера Николаевна, присядьте, пожалуйста. Вы второго вора описать сможете? Вы знаете, так все быстро случилось. Я испугалась и… Вот он. Я его хорошо запомнил. Да и лицо, мне кажется, его знакомым. А вы хорошо рисуете. Спасибо. Я архитектор. Закончил художественное училище. Как ты себя по-другому у архитекторов представляла? Вы узнаете? Да, это он. Это он? Угу. Очень хорошо. Значит, будем искать. Да, и будут новости, я вам позвоню. Какой у вас номер? Так телефон в сумке был. А, да, действительно. Ну, давайте я к вам завтра зайду. Хорошо, заходите. Вы можете идти. Угу. Спасибо. До свидания. Угу. Надежда. Угу. Угу. ИДОСации СООБРЯЖЕННОЕ Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Он, главное, мои звонки сбрасывает и не перезванивает. Наверное, какая-то корова все ему рассказала. Жан, а ты думала, она молчать будет? Я ничего не думала. Что мне делать-то теперь? На работе его нет, дом свет не горит. Мне хотя бы узнать, все ли с ним в порядке. Знает он, не знает. Ну, что ты молчишь? Придумай что-нибудь. Слушай, меня клиентка ждет. Ну, ты хороша, подруга. У меня, между прочим, жизнечная рушица. Могла бы как-то и поспособствовать. Слушай, я тебе сразу говорила, что мне эта затея с телефоном не нравится. Так не делают, не по-людски это. Ты понимаешь? Вот тебе все бумерангом и вернулось. Пойдем, Сереженька. Пойдем. Пойдем-пойдем. Нити твоей нотации вот здесь вот уже. Пойдем-пойдем. Хозяева! Хозяева есть, кто дома? Здрасте. Здрасте. Вы комнату сдаете? А вам квартира нужна? Да. Заходите. Миша! Что? Квартиранка пришла. Здравствуйте. Мне комната нужна, но денег только на неделю. Нет. На неделю мало. Положено за месяц платить. Комната хорошая, отдельная. Со всеми удобствами. Туалет на улице. Так что за месяц. Извините. Миша, ну че ты? Ну, видно же, женщина порядочная. Деньги потом отдаст. Правда ведь? Да, конечно, я отдам. Да я че? Я ничего. Неделя так и неделя. Ну? Проходите. Пошел. Спасибо. Рома, и чтоб у тебя, Мишаня, всегда води листите-мите. Чтоб мы могли вот так вот посидеть. Отдохнуть. Да. Давай. Вот за что я тебя уважаю. Говорить ты умеешь. Давай, ну давай. Давай. Колись, Мишаня. Откуда тетите-мите? Квартиранку пустили. Хорошее дело. А че за стол не позвали? А? Да что ей с нами. А она ж с Москвы. Не по-люшки как-то. Хозяев должна уважать. Пошли, позовем. Пошли. Пошли. Не понял. Зови. Барышня. Выйди на минуту. Выходи. А это я. Ну, на минутку выйдите. Барышня. 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 Ч-ч-ч, идиот. Что случилось? Мы тут, это, отмечаем, ну и, так сказать, по-соседски тебя к нам. А, не-не-не. Познакомимся поближе. Нет, спасибо большое. Я очень устала. Извините, пожалуйста. Не понял. Куда она пошла? Устала. Что значит устала? Ха, ты понял? Она меня не уважает. Э, видишь? Ты что, нас не уважаешь? Давай выходи по-хорошему. Пойдем выпьем. Сейчас я дверь сломаю. Ну, ты что творишь? Это моя дверь. Мамселька. Мамселька. Я до тебя доберусь. Ты кара. Давай, Мамселька, как хорошая. Ты меня уважаешь. Ты моя московская. Давай, выходи. Замок мне починешь. Сейчас мы до тебя доберемся. Нету я. Смылась. Куда смылась? Сбежала. Фух. Зараза. Уважаемые пассажиры, администрация вокзала убедительно просит вас не оставлять детей без присмотра. Не разрешать им одним подниматься по эскалатору и маршевым лестницам. Помните, это приводит к несчастным случаям. Женщина. Женщина. Гражданочка. Ваш билет, пожалуйста. У меня нет билета. В зале ожидания можно находиться только при наличии билета на поезд, уходящего в течение двадцати четырех часов. Покиньте помещение. Хорошо. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу. Попейте горячим, чтобы легче. Попейте горячим. Подписывайся на сон. Смогла бы я жить на свете, смеяться и ждать гостей. Ведь я бы могла не встретить лучшего из людей. Любовь занесет снегами, засушит июльский зной Журавликом, оригами останешься ты со мной Убежать, улететь, впечатать в ладони твое лицо Верните меня в начало, верните в конце концов Олег, ты где был? В Южанске тебя потеряли На звонки ты не отвечаешь, Георгий вообще рвет и мечет Вера пропала Как пропала? Куда пропала? Ты в полицию заявление писал? Нет, следователя не было Нет, ну ты как ребенок, честное слово В огонь он первый лезет В воде не тонет, как в жизни, так дурак дураком Поехали Поехали, найдем следователя Так а... На моей поехали И что, по этим анкетам действительно кого-то можно найти? Существует порядок Установленная форма анкеты Ну, вроде все Фотография у вас есть? Угу Ожидайте Мы вам позвоним Спасибо Сейчас Георгию позвоним Скажем, что едем Черт Телефон у следователя оставил Я быстро, а ты подожди в машине Угу Я буду вам очень признателен Если результаты поисков Колосовой Веры Николаевны Я буду знать раньше всех Вы имеете ввиду раньше мужа? Гораздо Раньше Такое возможно? Ничего невозможного не бывает Ну, пошли уже Давай, держи, старик Веру обязательно найдут А Георгиевич его покричит, да успокойся, что умный человек, что ли Да Здрасьте, Георгий Вадимович Спасибо Удружил Соизволил, так сказать Олег, ты, ты что творишь? Ты вообще в курсе, что вчера в Южанске открылся детский центр? В курсе И что тебя там ждали Угу С прессой, с телевидением и официальными лицами А ты? А ты всех умол Взял и не явился Георгий Вадимович, это форс-мажор Я все организовал, все прошло удачно, но Вера пропала, я не мог Олег, давай сейчас вот без этих розовых соплей Занимайся своей женой дома в нерабочее время, ясно? Ясно, я все исправлю Справит он Сам ведь затеял эту историю с торжественным открытием И сам забил на нее А на репутацию фонда Который, я надеюсь, тебе все-таки не безразличен Тебе плевать Да не плевать мне Плевать Значит так Или ты работаешь Или возишься со своей женой Но тогда тебя здесь нет Решай сейчас и здесь Хорошо Я увольняюсь Как закрыть? Да не могу я это дело закрыть Прохорова, ты тут мне принципиальную не строй У тебя кто подозреваемым по делу проходит, а? Как же? А отец У него кто, знаешь? В общем Вперед и без разговоров Поняла? Поняла Вот так Войдите Здрасьте, извините, вы свободны? Здравствуйте Проходите, проходите Проходите, мы уже закончили Я хотела узнать, есть ли новости Могли вы позвонить? Чего ходить туда-сюда? Нет новостей Извините Подождите Я тут сегодня получила ориентировку Муж вас разыскивает По закону я не обязана сообщать ваше местонахождение, если вы не хотите Не сообщайте, пожалуйста, я не хочу, чтобы он знал, где я нахожусь Пожалуйста Что, все так плохо? Ну, как говорится, дело хозяйское Вот вам бумага Ручка Пишите Пишите А что писать? Что я такая-то, такая-то Прошу закрыть дело о розыске И не сообщать о моем местонахождении Пишите Я могу идти? А есть куда? Да У тебя деньги-то есть? Ладно Поживешь пока у меня Квартирка, конечно, не пятизвездочный отель Но жить можно Ни в коем случае Я не могу вас стеснять У вас наверняка есть семья Вообще-то я живу одна И потом Если я предлагаю, значит, могу себе позволить? Ну, ладно О господи Да что такое? Как меня все это достало? Да, Анютик Ой, Жанночка, у нас тут такое творится, ты не представляешь Во-первых, у Олега пропала жена Я не знаю, как и что, знаю, что пропало Олег с ума сошел Поругался с Георгием и уволился с работы Представляешь? Офигеть! Ну, спасибо Ой, прости, потом перезвоню А, ну пока Что их такое пропало? Да Transformate Олег Павлович, скажите, а что происходит? В каком смысле? Мне только что предложили место директора в Южанске. Поздравляю, Леша. Как же, это же ваше место. Я больше не работаю в фонде. Как? Вот так. Я написал заявление. Так что можешь ехать с чистой совестью. А вдруг я не справлюсь, завалю все? Сейчас. Да, следователь Хомутов вас беспокоит. Приезжайте. Ваша жена нашлась. Спасибо. Сейчас буду. Леш, ты не переживай. У тебя все получится. Я в тебя верю. Давай. Удачи. Леша. Боже, какое счастье. Душ, горячая вода. Спасибо тебе огромное. Слушай, прости, картошка подгорела. Вот сколько не пытаюсь, но готовка, похоже, это не мое. Ты чего стоишь? Садись давай. Ну, хочешь кухню, я возьму на себя. А ты что, готовить умеешь? Повезло твоей семье. Да уж, повезло. Только семьи больше нет. Только не волнуйся, я не буду обуза. Я найду работу. Конечно, найдешь. Только кто тебя без документов возьмет? А новые будут месяц оформляться. Ладно, придумаем что-нибудь. Так, в общем, на сегодня постелю тебя у себя, а сама, пожалуй, на диване лягу. Нет, на диване буду я. Мне будет удобно. Точно? На, точно. Заходите. Спасибо. Одну секунду, найду вашу анкету. Прошу прощения. Да, ничего. Собирайся, пойдем купаться сейчас. Так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы не пойдем. Мы сейчас пойдем гулять. Ура! Красавчик мой. Давай. Пойдем, пойдем. Пойдем. П Worc. Ну, в общем, нашлась ваша жена. Жива-здорова. Отлично. Но местоположение вам сказать не могу. Почему? Закон не позволяет. Вот, ознакомьтесь. Это скан ее заявления. Заявление Яковлосова Вера Николаевна 18.09.1982 года. Сокрыть дело о розыске, так же не сообщать о моем. Спасибо. Не за что. Это наша работа. Станислав Михайлович, нашлась ваша потеряшка. Анють, мне срочно нужно в Новороссийск организовать. На когда? На сегодня. Как на сегодня? Мы же собирались в театре ужинать. Анют, ну работа есть работа, служишь с подружкой. У тебя на меня никогда нет времени. Сколько можно? Я больше этого терпеть не буду. Ну и не терпи. Кто тебя заставляет? Информацию по билетам скинешь мне на почту. Изменит он. Открывай! Что ты устроила? Открывай! Открывай, говорят тебе, открывай! Ты что устроила? Анура-то наши махи! Ну, да тоже. Ой, ты посмотри что она устроила тут. Голова одеть на плечах, соседи заливать. Олежек, у нас тут беда. И я даже не знаю, что делать. Приезжай скорее, пожалуйста. Живете у меня, пока в квартире полетели. Здрасте. А Сережка, знаешь, в последнее время так плохо спит, я с ним совершенно не высыпаюсь. Вообще, мне это все так неудобно. А Вера точно не будет против? А? Вера в отъезде. Да ты что? А когда вернется? А давай ты не будешь задавать лишних вопросов. Помоги, пожалуйста. Конечно, конечно. О, сумочку взяли. Сейчас пойдем с папой. Ой. Так, папа дверь открыл. Проходите. Проходите, покажу вам новое жилище. Вот. Сережка может спать в кроватке, а ты в гостиной. Ой, нет, ну что ты. Он один, боится. Ничего, я тут где-нибудь на полу лягу. Ну, зачем на полу? У нас где-то раскладушка была, я посмотрю. Вы голодный? Надо в холодильнике посмотреть, есть ли продукты, или может я в магазин схожу. Ой, нет-нет-нет, давай я ужин приготовлю, а ты побудь с сыном. Он вон как скучал по тебе. Да? Хорошо. Смотри, какая лошадка у нас здесь есть. Смотри, Сережа, давай покатаемся. Вот, какая лошадка у тебя по мишке ездит. Да, лошадка скачет просто отлично. А ты знаешь, Сережа, как лошадка, Игорь? Игорь. Игорь. А это Игорь. Давай, Игорь. Анатьюк. Сколькоисленник иллюзор? Всё, сидишь? Ну что, нашла что-нибудь? Да, есть кое-что. Завтра нужно будет позвонить, поговорить с работодателями. Вдруг повезёт. Есть у меня старая трубка. Дам тебе. Чтоб всегда была на связи. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. I can speak English, Italian and a little bit French. Что ж, прекрасно. Давайте ваши документы. Отлично. Вы нам подходите, мы вас берём. Но месяцы через три, когда наша сотрудница уйдёт в декрет. Да со звоном. Вы должны провести гостя по городу. История до запримечательности. Но не только как гид. Вы должны гостя развлечь. Вы меня понимаете? Лёгкий ужин, приватная беседа. Ну, а дальше по обстоятельствам. И запомните главное – желание гостя – закон. Груз до южанского укомплектован? Я тебя умоляю, всё как в аптеке. В оговорённом количестве и точно в срок. Стас, у меня, кстати, к тебе давно разговор созрел. Валяй. Пора бы нам партнёрские отношения налаживать. Не понял. Мне надоело быть мальчиком на побегушках, Стас. Я хочу свою долю в деле. Я вам, между прочим, фирму сохранил. И в курсе, почему она вам важна. Эдик, ты, по-моему, зарываешься. Либо мы договариваемся сейчас, либо я отчаливаю. А мой уход ты не можешь себе позволить. Я слишком много знаю о твоих делишках. И если у меня случайно, вдруг развяжется где-нибудь язык в официальном месте… Всё, я тебя бы услышал. Только ведь я эти вопросы один не решаю, мне нужно посоветоваться. Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, ты поможешь мне найти одного человечка в городе. Женщину. Услуга за услугу. Вкуснятина какая. Да твой муж полный идиот, если упустил такую хозяйку. Ой, извини, что-то мне то брякнуло. Да, всё в порядке. Просто мой муж меня не упускал, я сама ушла. Как только узнала, что у него другая семья. Вот гад. И ты ему просто так спустила? Там ребёнок. А у меня детей не будет. Тогда тем более, гад. Так, ладно, чёрт с ним. Давай выпьем. За тебя и твою новую жизнь. А мужика ты себе найдёшь ещё лучше. Да. Кстати, о работе. Есть у меня один вариант. Не ахти, конечно. Любая сгодится. Тогда давай быстро доедаем и идём устраиваться. Как сейчас? Да ты что, ночь на дворе. Для этой работы в самый раз. Давай-давай, идём. Тебе понравится. Смотри. Вообще, чтоб ты знала, это лучший в городе ресторан «Восточный кухня». Ну, правда, здесь бантюки местного разлива так иногда собираются. Да ты что? Ну, зато на чай нехило оставляют. Так что я тебе уверяю, место приличное. Да ты с ума сошла, кто меня возьмёт? Я даже поднос в руках не умею держать. Так, не прибедняйся. Возьмут с руками и ногами. И потом, Армен, хозяин ресторана, мне кое-что должен. Лена, ну прекрати, я… Так, Вера, пошли. Ну, я тебя прошу. Вера. Налево. Сначала надо было спалить, а потом жарить. Я же тебе говорил, дорогой. Во! Во! Какие люди, а! Здравствуйте, дорогие Лен-Джан. Я сейчас вас за столик посажу и накормлю, как своих родных. Подожди, Армен. Давайте, проходите. Что такое? Мы к тебе по делу. Дорогая моя, какие сегодня могут быть дела, а? Вечер на улице, люди отдыхают, гуляют. Давайте, проходите потом. Подожди. Что? Моей подруге работа нужна. Возьми её официантку. Лен-Джан, у меня официантке вообще-то комплект. Зачем мне лишнее? Хорошо. Позже поговорим. Давайте. Нет, сейчас надо. Может, ты забыл? Или я что-то путаю? Не путаешь. Лен-Джан, официантка должен быть сильнее. Ну, быстрее. Ну, ты посмотри на неё. Посмотри. Принцесса, слушай. Прекрасно. Значит, договорились. Ты что? Простите. Обалдела? Ты знаешь, сколько это платье стоит? Вы все за всю жизнь столько не зарабатываете. Успокойтесь, пожалуйста. Старик уборщик уберёт. Принцесса, извинения мне не нужны, оставьте по себе. Простите, пожалуйста, успокойтесь. А вот за химчистку. За химчистку ты мне заплатишь. Хорошо. И химчистку заплатим. И сегодняшний ужин за счёт ресторана. Что вы стоите? Работайте, давайте. Иль. Вера, иди сюда. Слушай, там гости приходят кушать и веселиться. Они совсем не хотят чистить свою одежду. Ещё раз обидишь гостя, и пусть Лена на меня не обижается, но ты работать в моём ресторане не будешь. Поняла? Я поняла, да. Иди, иди. Приведи себя в порядок и бегом к клиентам. Вы что стоите? Быстро работать идите. Спи уже, достал. Ну, как вы тут? Засыпай, мой миленький. Да еле угомонила, никак не заснёт. Олег. Чего? Олег. Олег. Да. А тебе никто не звонил? Ты о чём? Ну, просто я твоё резюме отправила в очень крутую клинику, и они обещали перезвонить. Подожди. Моё резюме? А откуда у тебя моё резюме? Ты что, лазала в мой компьютер? Ну, я же как лучше хотела. Жанна, ты немного на себя берёшь. Ты ещё на работу будешь меня устраивать? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. 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 Олег, я всё понимаю. Мы тебе мешаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как у нас только появится возможность, мы уйдём. Прости, я не должен был повышать голос. Я всё понимаю, это нервы. И насчёт работы моей не беспокойся, пожалуйста. У меня есть консультации, научная практика. Я смогу вас с Серёжкой обеспечить. Спасибо. Фух. Боже, как я устала. Набегала за день, как совраска. И о чём я только думала, когда тебя в ресторан устраивало. Не, ну какая с тебя официантка? Приди, подай. Пойди вон. Надо себе что-то другое подобрать. Да ну, перестань. Ты что, кого-то ждёшь? Вообще-то нет. А, Ленка! М-м-м-м. Ты моя… Ты моя золотая. Опа-на, у нас гости. А, познакомься, это Вера, моя подруга. Привет, подруга. Здрасте. Кость, ну чего ты не позвонил-то, а? Ну чего? Ночь на дворе, между прочим. Нормальная, я не жду на мозгах. Ты же сказал, что мы нормальные. Всё, ночь отменяется, сон тоже. Давай, давай, выпьем за знакомство, тащи бокалы. Так… Вер, будешь? Нет, я спать. Слушай, в общем, давай пойдём, не будем мешать нормальному человеку. Давай, давай. Извините, извините. Алексей Борисович, подождите. Вы же директор? Да. Что же это делается? Какой же у вас благотворительный центр, если у вас всё платно? Как платно? О чём вы? Вот о чём. Это список лекарств, которые я должна купить. Подождите. Это только вам такой список дали? Что вы, их всем дают. Но только те, которые побогаче, те покупают, а у меня нет денег. А мальчик мой, он болеет. Я возьму это. Обещаю, я разберусь. Здравствуйте, Катя. Здрасте. Эти медикаменты куплены родителями? Ну, да. А где лекарства центра? Вы их что, продаёте? Да как вы можете? Я бы никогда… Хорошо, не вы, а кто? Я не знаю. Кирилл Васильевич сказал, машина с медикаментами ещё не приезжала, а… А деткам нужно. Вот родители и… А почему вы с этим вопросом к финансовому директору обратились, а не ко мне? Он сам просил по пустякам вас не дёргать. Ничего себе пустяки. Ладно, я всё выясню. Юля, Кирилл Васильевич у себя? Да, у себя. Здравствуйте, Кирилл Васильевич. Почему я последним узнаю, что у нас родители сами лекарства для детей покупают? Да что вы, с чего вы взяли? Говорят, лекарств в центре нет. А ведь неделю назад была поставка. Куда же они делись? Алексей Борисович, я думаю, вас неверно информировали. Да, у нас была небольшая недопоставка. Но я с этим разбираюсь. Недопоставка? Да. Нейролептиков нам поставили меньше, чем мы просили. Но следующую поставку обещали компенсировать. Хорошо. Если так. У нас могут быть проблемы. Надо бы за новым директором приглядеть. Любопытствует. Да. Как бы чего не натворил. Я услышал. Адрес достал. А ты посоветовался? Угу. В долю не возьмем, но гонорар мы тебе поднимем. Грузчиком гонорар поднимаем. Ты, видно, не понял? В этом городе вы без меня пальцами швенете. Решение окончательное. Жаль. Обещаю вам большие проблемы. С бабой своей развлекись напоследок. Академия. Академия Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Казалось бы, все так просто, ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу убежать, улететь, впечатать. В ладони твое лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать. В ладони твое лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. До свидания. Всего доброго. Девчонки, пока. Пока-пока. Пока-пока. Вера, какая неожиданная встреча. Ну, и какими ты здесь судьбами? У нас же здесь логистическая фирма. И я часто бываю в городе. А-а-а. Прячешься от Олега? Давай о ней будем об этом. Спасибо, что подвез. Ты Олегу не говори ничего, ладно? Конечно. А я еще несколько дней буду в городе. Может, встретимся, погуляем? Кофе попьем? Нет, нет, мне сейчас не до этого. Ну, есть о чем подумать, понимаешь? Понимаю. Ну, в общем, мой номер телефона у тебя есть? Если что, звони, я всегда рад помочь. Спасибо, пока. Привет. Новый ухажер? Да ладно, я все видела. Старея не бывает. И он не ухажер, а просто друг. Угу. Просто друг? Не, я серьезно. Мы с Астасом еще с института знакомы. Начали встречаться. Потом появился Олег. Я в него страшно влюбилась, вышла замуж. Вот и вся история. Да вот, похоже, что не вся. Нет, ты серьезно? Я ведь заметила, как он на тебя смотрел. Вера, надо брать. А Олег твой? Пусть локти кусает. Нечего со всякими шалавами путаться. Слушай, я все хотела сказать. У меня Костик из рейса через неделю приходит. Давай вместе соберемся. Сходим куда-нибудь, погудим. Друга твоего возьмем. Не, 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 погудим, это не про меня. Да, я сказать тебе хотела. Я договорилась с Арменом, что теперь через смену в ночь буду выходить. Зачем? Ну, как зачем? Чтобы не мешать вам с Костиком строить личную жизнь. Ты что, с ума сошла? Может, ты еще в ресторане ночевать останешься? Так, все. Я завтра с Арменом поговорю. Лен, не надо. Я все решила. Я спать. Олежек, я там Сереже курточку присмотрела. Ты можешь с ним посидеть? Я сбегаю и возьму. Жан, извини, я работаю. Олег, ну так работа никуда не убежит, а куртку заберут. Там 70 процентов скидка. Я не могу. Ладно, работай. Ты что копаешься? Ничего не пойму. Куда кошелек делал? До завтра. Пока, пока. Ну что, чувак, допрыгался? Тебе же сказали, я тебе правильную. Я тебе свое знать надо. Что вы делаете? Ты куда рыбаешься? Я вызываю полицию. Байс закрой. Ты чего орешь? Вера, стой здесь. Стас? Я разберусь. Ну-ка, валите отсюда. Ну ты чего? Я не понял. Я сказал, валите отсюда. Стас, он жив? Кажется, да. Стой! Надо вызывать скорую. Не надо вызывать скорую. У него череп пробит. Пока скорая приедет, он стечет кровью. Я сам отвезу его в больницу, а ты поезжай домой. Я посажу тебя на машину. Я не поеду, потому что я свидетель. Я посажу тебя на машину. Ну, я могу помочь. Вера, Вера, я разберусь. Стой! Иди сюда. Все, езжай. Деньги у тебя есть? Есть. Все, езжай, езжай, езжай. Черт. Черт. Спасибо. Алло, Стас, ну как там? Да все нормально. Как только вы уехали, подъехала скорая и полиция. Наверное, кто-то из местных жителей вызвал. А пострадавший уже показания дает. Ой, ну и слава богу. Слушай, откуда ты там взялся? Вырос как из-под земли. Просто встретить тебя решил? Я же говорил, район опасный. А откуда у тебя пистолет? Да это газовый. Так, таскаю с собой для острастки. Первый раз пригодился. Слушай, ну, выглядело очень впечатляюще. Я старался. Я не знаю, что было бы со мной, если бы не ты. Я рад, что успел. Ну, ладно. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи. Это было просто ужасно. Ты знаешь, если бы не Стас, я бы, наверное, уже в морге лежала. Лена, ты, конечно, не обижайся. Но, как всегда, полиции не видно, не слышно. Лена, я и не обижаюсь. Чё на правду-то обижаться? Слушай, а почему ты одна? А где Костик? Он же вроде бы должен был сегодня из Рейса вернуться. Так он дома. В выходные он всегда дома с сыном и женой. А? Вер, у нас совсем другая ситуация. Костик дома живет только ради сына. Иначе давно уже ко мне бы ушел. Лена, чего ты оправдываешься? Вер, ты меня пойми только правильно. Я... Я просто не могу быть одна. Я не такая сильная, как ты. Сильная. Вер, ты чего? Вер, ты что? Вера, ты... Ты знаешь, я... Я жить без него не могу. Я дышать без него не могу. Верочка. Верочка. Я бы все на свете отдала за то, чтобы... За то, чтобы увидеть его сейчас. За то, чтобы обнять его сейчас. Чтобы вернуть все. Чтобы все было как раньше. Вернуть вся семья. Да не плачь, пожалуйста. Вер. Ох, Верка. Ох, Верка. Ох, Верка. Да, слушаю. Здравствуйте, Олег Павлович. Вас беспокоит следовательного российского ОМВД... ...брухова Лена Атоновна. Здрасте. ...я подруга вашей веры. Вы знаете, где Вера? Да, она живет у меня. Вы можете сейчас записать адрес? Пишу. Простите. Улица Ленина, 17-А. Спасибо вам большое. Я приеду. До свидания. Всего доброго. Па! Какой подарок, а! В свой юбилей пришел мой дом. Добро пожаловать, дорогой. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Твой дом всегда приятный. Спасибо, родной. Спасибо. Чем сегодня подаришь? Па! Ягненок в тандыре. Бальчики оближите, а! Новенькая, что ли? Да, недавно работает. А что? Красивая. Слушай, по-братски, скажи, пусть обслуживает. Хорошо. Вера, слушай. Возьмешь восьмой столик. Ну, восьмой столик – это столик Людмилы. Я знаю. Дорогой человек, уважаемый гость. Хочешь, чтобы обслужила ты. Слушай, сделаешь так, чтобы люди остались довольны. Ясно? Ясно. Давай, иди. Иди, иди, иди. Добрый вечер. Я вас слушаю. Здравствуйте, красавица. Каникулы для начала принесли. Самого лучшего. Внимание! Совершил поставлен термолёт. Следующий рейсом в 61-31 из Москвы. Пассажира просим пройти в зону удачи багажа. Пожалуйста, приятного аппетита. Присядь. Не, нам не положено. Да присядь, присядь, я разрешаю. Армен мой друг. Не стесняйся, садитесь. Руки уберите. Да что ты трепыхаешься? Будет всё красиво. Музыка, шампанское. Пойдём в сауну. Сейчас отдохнём. Я не хочу ни в какую сауну. Я замужем, понятно? Я тоже жена. Дэ, слушай. Не надо. Ну, пожалуйста. Не надо. Пустите. Пожалуйста, пустите. Не надо. Отпусти. Помоги мне. Ну, пожалуйста. Отпусти. Пустите меня. Помогите. Для тебя можно идти сюда поставить. Пусти меня. Пожалуйста. Отпусти. Не может помочь. Отпусти. Отпусти её. Отвали, козёл. Тихо, тихо, тихо. Пусти. Извини. Ты здесь больше не работаешь. Козёл. Угон. Тихо. 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 ОТх. ОТх. ОТ. ОТх. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Скажи, только честно, что со мной не так? Почему я все время встреваю в какие-то ситуации? Только честно. Ты, главное, не переживай. Я больше никому не позволю тебя обидеть. Я всегда буду рядом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Второй раз ты меня уже спасаешь. Я готов это делать всю мою оставшуюся жизнь. Если ты позволишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Пока. Олег, ты как здесь? По проездам. Искал свою жену и нашел. А ты, видимо, встретила нового идеального мужчину для идеальной семьи. Молодцы. Документы на развод вышли по почте. Это все, что ты хотел мне сказать? А что от меня еще требуется? Благословения? Будьте счастливы. Друзья. Ну и уходи, искать, аж ты дорога! Я тебя ненавижу. Он даже не спросил, как я живу. Но он хоть что-то сказал? Он сказал, что пришлет документы на развод. По почте. Вот идиот. Вера, ты сейчас успокойся. Ну, давно же известно, что все мужики козлы. Слушай, я не понимаю, откуда он здесь взялся? Откуда у него этот адрес? Ты меня прости, но это я. А зачем? Ну, я ж хотела как лучше. Думала, помиритесь. И по телефону, я помню, он так обрадовался. А оказалось, на развод собрался подавать. Ну, что ж, значит, все к лучшему. По крайней мере, сомнений не осталось, как говорится, дважды в одну реку. Все кончено. Ничего не склеить. Вот так. Олег, ты не завтракал? Ну, иди хоть чаю выпей. Ну, или хоть я суп тебе погрею. Нет, не хочу. Олежек, ну что случилось? Что-то не клеится с твоими консультациями. При чем здесь консультации? И вообще, в моем доме можно оставить меня в покое? Мне не пять лет. Меня не нужно кормить из ложечки. И со своими проблемами я сам разберусь. Хорошо? Хорошо. Извини. Вообще-то, я пришла попросить тебя посидеть с сыном. Мне нужно отойти. В общем, я пошла. Мне на собеседование нужно. Я работаю еще. Мужчины, я дома. Что у тебя во рту? Сережа, покажи. Ну-ка, покажи. Выплюнь. Сколько он успел проглотить? Ты вообще видел? Нет, я… О, Господи, Боже мой. Давай-давай-давай, идем. Я здесь. Подожду тогда. Я здесь. Подожду тогда. Я Вовку понесу. Ты его уже поносил. Гипс у ребенка. Я Вовку понесу. Ты его уже поносил. Гипс у ребенка. Ну, что? Все обошлось. Доктор посмотрел и сказал, что все чисто. Он не успел съесть ни одной монетки. Слава Богу. Да. Ты прости меня. Это я виноват. Нет-нет, это ты прости. Я виновата. У тебя и так сложный период. А мы тебе на шею свалились, да? Да ничего, не свалились. Это я вас сам… Ну, давай, Маша. Ну, все, идемте. Идем. Привет, Стас. Привет. У тебя все в порядке? Голос должен? Да, все нормально. Слушай, раз я лишил тебя работы, то просто обязан накормить тебя ужином. Я подошел чудесную кафешку, там готовят потрясающую пиццу. Стас, прости, но у меня нет сегодня настроения выходить из дома. Я понимаю. Я подожду и пиццу тоже. Позвоню завтра, ладно? Ну да, звони. Пока. Пока. Верунь, привет. Какие планы на вечер? А ты спать собралась? К нам Котик намылился. Ну, ничего. Я сейчас его заверну. Нет, ты что, не надо. Я не собираюсь спать. Это я с утра не убралась. Костик отменять не смей. Болтать будете вдвоем, потому что Стас пригласил меня в кафе. Может, еще вина? Мы еще это не допили. Не хочешь? Спасибо. Спасибо. У тебя очень уставший вид. Я точно знаю все, что ты собираешься мне сказать. Ты что, экстрасенс? Спорим? Только не врать. Ты собираешься мне сказать, что у тебя прекрасное настроение и вообще все замечательно. Что, не так? Я сдаюсь. Но ведь это не правда. Это не правда. Ты знаешь, вообще все как-то криво получается. Нет. Стесняю подругу, которая меня приютила. Мешаю ей строить личную жизнь. Сехать не могу. Работы теперь нет, денег не заработала. Еще не хватало сесть на чужую шею. Ну, если это все, то я могу одним махом решить все твои проблемы. Увидишь. Поехали. И сколько бы мама не рассказывала сказок, не пела песен, маленький тигренок все равно не хотел засыпать. Тогда пришел папа-тигр и сказал, если хочешь быть сильным, смелым, здоровым, ты обязательно должен как следует высыпаться. И тогда маленький тигренок закрыл глазки и уснул. А мама и папа-тигры сидели и умилялись, глядя на него. Ну, может, расскажешь наконец, куда ты меня привез? Сейчас все увидишь. Сюрприз. Прошу. А что это за дом? Корпоративное жилье. Собственность фонда. Я живу здесь, когда приезжаю в командировки. В остальное время жилье пустует, так что можешь вселяться с чистой совестью. Ну, Стас, просто… Эй, нет-нет-нет, я не имел в виду, что мы будем жить вместе. Я перееду в гостиницу. Нет, мне неудобно. Так, вопрос решен. Хорошо, тогда давай так. Деньги за жилье я тебе верну. Тогда давай так. Заработаешь — вернешь. Кстати, насчет твоей работы. Я что-нибудь придумаю. Мне кажется, сфера обслуживания — это не твоё. Да. Знаешь, а твой этот Стас — настоящий мужик. Уважаю. В каком смысле? Да в прямом. Вот взял и все решил. Вер, а ты не из-за меня уходишь? Не из-за нас с Костиком? Да что ты. Я ухожу, потому что пришло время двигаться дальше. Вер, ты молодец. Я так к тебе привыкла. Придется теперь скучать. Я буду приезжать в гости. Обещаешь? Обещаю. Обещаю. Привет, Вань. Привет. Ну, а что думаешь, очередной пьяный лихач? Вряд ли. Мужику здорово досталось перед смертью. И есть одна очень подозрительная рана. Ну, и какая же? Ну, точнее, я тебе скажу после вскрытия, но, думаю, она и стала смертельной. Ага. Интересно. Давай. 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 Доброе утро, мальчики. Доброе утро. Жан, я Сережку накормил. Мне на завтрак, если можно, яичницу и кофе. А потом идем гулять в парк. Как тебе план? Годится? Отличный план. Давай. Давай. Давайте сюда. Ну, пойдем к маме. Давай сейчас. Можно нам принесут? Будем кушать, да? Олег, а я хотела спросить. У Сережи в графе «Отец» прочерк стоит? Может быть, ты признаешь его официально? Мне кажется, это важно. Я буду рад. Прохорова! Тебя начальник вызывает. Сейчас иду. Что, опять деликатный разговор? Вещаки и глухари нам не нужны. У тебя дело этого утопленника? Ну, который на машине. Эдуарда Караваева? У меня. Но я пока не приступала. Я жду экспертизы по вскрытию. Закрывай его за отсутствием состава. Как закрывай? Экспертиза же… Рохорова! Вот твоя экспертиза. Черным по белому. В результате алкогольного опьянения не справился с управлением. Короче, удоб. Подождите. Так на месте преступления. Эксперт же сказал, что… Елена Антоновна, ты к делу ни слова, а бумагу с печатями подшивать будешь. Ну, наконец-то. Чай остыл уже. Ты чего такая злая? Опять дело приказал закрыть. Баба с возу кобыли легче. Черт. Тимур, а может не в другое отделение перевестись, а? Ты думаешь, там лучше будет? Проснись, Прохорова. Сказки никто не обещал. Какой у нас котик красивый, да, Сереженька, а? Дашь поиграть с котиком? Нет. Тогда я попрошу папу купить мне песика. Здрасьте. На, держи ключи. Это Жанна, дальний родственница. Погостить приехала. А это Сережка. И сейчас будем спать уже. Олежек, а я Верочке не могу дозвониться. У нее все в порядке? Да, да. Все нормально. Спасибо. 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 Очень вкусно. Ты просто умница. Только утром появилась в этом доме, а уже все кажется уютным и обжитым. Ну, блистань. Сюда еще столько всего нужно купить, чтобы здесь стало уютно. Не спорь. Ты фантастическая хозяйка. Спасибо. Вот видишь, даже забыл про сюрприз. А что это? Угу. Это линком. Стас, а как ты… Нет, ну гастроли организовывал не я. Мне оставалось только достать билеты. Спасибо тебе большое. Уже поздно, а уходить совсем не хочется. Но пора. Останусь я только тогда, когда ты сама этого захочешь. Уходить. Чего, Жан? Жан… Ты меня неправильно поняла. Я все это делаю только ради сына. Это ты меня неправильно понял. Я просто хотела поблагодарить тебя за хороший день. Ну, вот и отлично. Ай! Черт! 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 Ай! Черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Леша, привет. Олег Павлович, простите за поздний звонок, просто с работы не хотел. Ничего. Ладно, как сейчас извиняться. Что-то случилось? Леша. А, Олег Павлович, у вас не сохранились записи и... или черновик заявки на оборудование и медикаменты для Южанска? Леша, мне очень нужны точные цифры. Не знаю, надо на почве посмотреть. Если есть, могу тебе пересылать. А в чем дело? Да все нормально. Тут просто кое-какие нестыковки вылезли. Хочу проверить. Ну, хорошо. Пока. Спасибо, Олег Павлович. Доброй ночи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доброй. Привет. Привет. Костя, а ты что здесь делаешь? Да вот ехал по делам. Я так соскучился. Да, пошли, пошли, пошли. Подожди, у меня есть 15 минут, рабочий день начинается. Садись, садись. 15 минут, а что на времени? Садись. Ох, как же я соскучился. Ну, ты с ума сошел. Ты серьезно? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Поехали отсюда. Вот так. Поехали-поехали. Да. Первый транш Дерюгин перевел. Конечно. Самое время закупать новую партию груза для Южанска. Нет. Кросс-экспресс закрылся в связи с безвременной кончиной директора. Не подкопаешься. Нет. Ну, конечно, новую фирму открыть можно. Главное, найти человечка на пост директора. Как же я по тебе скучал. Так в чем проблема? Приезжал бы почаще. Да если бы не сын, давно прозвелся. Жена-то мне уже поперек горла стоит. Да я все понимаю. Кость, ну, ты тоже пойми меня. Мне так ребенку хочется. А одно и страшно. А ждать… В сорок как-то стрёмно рожать. В сорок как-то стрёмно рожать. Ну, конечно. Она ж тебе после этого не дала бы развода, да? Чего так завелась, а, детка? Все у нас будет путем… Да пошел ты! Урод! Давайте скорее, мой папа, я не хочу. Давайте скорее. Я не могу. Ой, Олежек, а ты уходишь? Я хотела тебя попросить сережки посидеть. Мне на час надо буквально отлучиться. Прости, Жан, никак не могу. У меня консультация через час начинается. Да, Алексей. Олег Павлович, я только хотел поблагодарить, я получил все списки. Только я не понял, зачем они тебе? Там что-то стряслось. Ты можешь толком объяснить? Да я сам еще не до конца разобрался. Все так запутанно. Я позвоню, когда… Позже, когда все выясню. Ну, хорошо, пока. Да, до свидания. Пока. Пока. – Здрасьте. – Здрасьте. Здрасьте. – Лена. – Здрасьте. Здрасьте. – Добрый день. – Добрый день. Я вот сумочку принесу. Какую сумочку? – Здрасьте. – Здрасьте. Зачем мне ваша сумка? Нет, вам она, может, и ни к чему, а вот потерпевшая какая. Веру принесу. – А, это Верю на сумку. – Конечно. А, а где вы ее нашли? Так, пойдемте ко мне в кабинет, там оформим находку и разберемся. Пойдемте. Я все голову ломал, откуда я его могу знать. – Угу. – Ну, а потом как щелкнуло. Это сын моего соседа по даче. Угу. Вот я к нему пришел, обрисовал все радости тюремной жизни, ну и… Угу. Вот результат. М-да. Ну, вы просто герой. Не ожидала. Лена, вы… Лена, вы… Вы не против, если я ваш портрет нарисую? Маслом? Ну, вы скажете тоже. Портрет. Ну, вы скажете тоже. Портрет. А вы мне нравитесь. Значит так, давайте не будем забывать, что мы вообще-то в полиции. М-да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Вы кто? Че вам здесь надо? Я директор центра. Ха! А я министр обороны. Документ покажите. Да вот, смотрите. Я таких карточек за полчаса сотню наштампую. Документ нужен. Послушайте, вы не имеете права. Вот это склад медикаментов. Если что, пропадет. Кто виноват будет? Альфов, нечего здесь бродить. Давай, будь здоров. Дверь закрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм! Нет, ну вот что-то в тебе изменилось. У меня ж глаз алмаз. Угу. Прическу сделала, накрасилась по-другому. Ну-ка, Алис, что там у тебя алкажер появился? Ну, появился. Угу. Кто? Ну, мы на дне рождения у подруги познакомились. Такой, знаешь, интересный мужчина. До дома меня проводил. Телефончик попросил. И позвонил. И позвонил. Вот, представляешь, позвонил. В ресторан меня войдешь. Тирамису угощал. Тирамису деревня? Ну и? Что ну и? Ну? Чего? Ну, Жанна. Ну, ты чего? Ну, мы только познакомились. Понятно. А я, ты представляешь, уговорила Олега Сережку усыновиться. Класс. Так что, давай сейчас я у него квартирку-то оттяпаю. Слушай, тебе его не жалко, а? Он все-таки по-человечески к тебе. А меня кто-нибудь жалел? Не жалел. Вот и я их не буду. Так, ладно, слушай, мне бежать надо. Давай. А то там сейчас Олег придет, а дома никого нет. В смысле никого нет? А с кем Сережа? Ты его что, одного оставила, что ли? Мультики я ему включила. Не надо только так смотреть на меня. Сейчас такие мультики, вон любой взрослый будет везде сидеть. Все, давай. Тирамису. Иди давай уже. Тирамису. Да. Ух ты, а симпатично у тебя здесь? Слушай, надо же. Телефон не продал. Документы здесь. Как хорошо, не придется восстанавливать. Ой, не говори. Это твой муж? Симпатичный мужчина. Слушай, я вот думаю, как мне ее род благодарить? Ой, не знаю. Не, ну был бы он нормальный. Так можно было бутылку купить. А так? А чем он ненормальный? Говорит, с вас портрет описать надо. Представляешь? Маслом. Ой, да ну его. Нужен он не больно. У меня Костик есть. Все-таки пять лет вместе. Не просто так. А симпатичное платьице? Ты его сегодня наденешь? Платье красивое, но блеска в глазах нет. Вот. Итак, Вера, слушай меня. Значит, план такой. Радость, театр, комплименты, шампанское, поцелуи и бурный секс. Вер, ну вокруг тебя такой мужчина вьется, а ты его морозишь. Пойми, однажды в жизни наступает такой момент, когда нужно что-то менять. Просто, если я сделаю этот шаг, назад дороги не будет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Стас. Вера, я в дороге минут через двадцать буду у тебя. Ты готова? Да, да, да. Я тебя жду. До встречи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. А позовите, пожалуйста, Олега. А зачем тебе Олег? Я на все твои вопросы могу ответить сама. И лезь в нашу семью. Олегу хорошо со мной и с Серёженькой. Хочешь послушать, как они играют? Папа! Папа! Собака! Ей! Собака! Ей! Да, и кстати, спасибо тебе за детскую Серёженьке. Она очень нравится. В общем, Вера, я тебя прошу, последний раз по-хорошему. Хватит сюда названивать. Не разрушай наше счастье. Казалось бы, всё так просто, ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила, я больше... Казалось бы, всё так просто. Убежать, улететь, впечатать. В ладони твоё лицо, верните меня в начало, верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать. В ладони твоё лицо, верните меня в начало, верните в конце концов. А, распишитесь, пожалуйста. Здесь? Да. Угу. Спасибо, до свидания. До свидания. Я так давно не была в театре. Ты знаешь, хороший спектакль, это замечательно. Я сейчас чувствую, что у меня внутри прямо всё летит. Ну, что ты так улыбаешься? Я глупости, что ли говорю? Да нет, всё это правильно говоришь. Просто сто лет не был на свидании. Сейчас ощущение, как будто мне снова пятнадцать лет и девочка, которая нравится, мне улыбнулась. Я очень благодарна тебе за этот вечер. Мой любимый театр, мои любимые цветы. Слушай, как ты вспомнил про цветы? Я помню всё. Ну, я пойду. Стас, подожди. Ну, я пойду. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Что ж, какой час киев калифорит? Я пойду. Я пойду. Я пойду. Чement, что вы погибли на жаре не огонь? Ну, что ли? Да, мне уже пойду, я пойду. Да, опять. Стас, я хотела тебе сказать, что, ну, я думаю, я поторопилась. Ты знаешь, вечер был вчера замечательный, но ты не виноват. Нет. Это была моя ошибка. Доброе утро. Смотри, что у меня есть. Свежие булочки и фрукты для самой прекрасной женщины на свете. Привет. Я думала, что ты в ванной. А, забыл воду выключить. Торопился сделать сюрприз. Слушай, знаешь, я что хотела тебе сказать… На улице чудесная погода. Я предлагаю устроить пикник на берегу моря. Ты уже была на море? На набережной была. Это две большие разницы. Собирайся. У тебя, кажется, сообщение. Угу. А, это Лена. Спрашивает, где мы. Я тебя прекрасно понимаю. Конечно, невозможно забыть годы, прожитые с Олегом, но я ведь этого не требую. Я готов ждать столько, сколько скажешь. Позволь мне заслужить твою любовь. Позволь мне заслужить твою любовь. Разве её можно заслужить? Да. И я докажу тебе, что я лучший. Извини. Да. Я помню, что сроки поджимают. Просто мне неудобно сейчас. Нет. Здесь нужен не просто лох, а лох надёжный. Нет. Я сам всё организую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег Павлович, я хотел позвонить, предупредить. Кажется, за мной следят. Есть ли со мной что-нибудь? Алло. Алло. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасьте. Здрасьте. Привет. Привет, Анюта. Олег Павлович, здрасьте. Георгий Вадимович у себя? Да. Свяжись с ним, пожалуйста. Узнай, сможешь ли он меня удалить несколько минут. Угу. Секунду. Георгий Вадимович. Вчера вечером говорил с Лешей Бобровым. Связь прервалась, не могу дозвониться. Не в курсе, как он там? Ты сядь, Олег. Спасибо, я постою. А что, что-то случилось? Алексей… Что? Погиб. Что? Как погиб? Утром позвонили из детского центра. Сказали, что его нашли в двери гостиницы. При нем не было ни денег, ни документов. Его ограбили? Да. Следователь считает, что Леша стал жертвой ограбления. Правда, следствие по делу только началось. И сядь, пожалуйста, я прошу тебя, Олег. Я понимаю твои чувства. Алексей был твоим подчиненным. Неподчиненным. Другом. Да. Большая потеря. Большая. Олег, я обещаю, я расшибусь в лепешку. Но заставлю найти и наказать этих подонков. Пожалуйста. Держите меня в курсе расследования. Спасибо, что приняли. Давай вперед. Сейчас отметим наше примирение. Кость, ну ты уверен, что это хорошая идея? Ну подожди. Кость. Ну начинай, Таринок, а. Не начинай. Да ты не поедешь, что нас сыном укатило. Так что все в порядке. Свобода. Ну подожди. Давай сначала посидим, поговорим. Ну а чего нам говорить в такой момент? Ты чего? Ну Костя. Ну хорошо, давай. Давай поедим. Я кстати тоже есть хочу. Сейчас пельмешки поставлю. Шампусик. Давай надевай. Ух ты моя сладкая. Проходи, проходи. Спасибо. Что? Самая счастливая на свете семья колпаковых не может ответить в данный момент, говорите после сигнала. Костя, у тебя мобильный недоступен. Мы добрались, всё нормально. Мама тебе привет передаёт. Не забудь нас в субботу встретить. Папа, да, я с ним поговорю. Папа, привет. Ну всё, пока, целую. Ленок, ты куда? Я там переменю варить поставил. Домашнее. С женой лепили. Тихими семейными вечерами. Да нет, Галка, сама она лепила перед отъездом. Ну ты чего, всё же нормально было. Было, Костик, было. Да сплыло. Ленок! Всё, Костик, вот на этот раз всё. Олег, ты что, пьёшь? Помнишь Лёшку Боброву? Ну? Его убили вчера. Ой, ужас. Слушай, а пить-то зачем? Ещё и без закуски. Ты же сам говорил, завтра важный день. Тебя вызвали к серьёзному клиенту, обещали заплатить денег. И что? Как? Ты ж можешь лишиться работы. А на что мы жить будем? Нас же денежки нужны. Что ж ты за человек тут такой, а? Ты о чём-нибудь ещё можешь думать? Что ты всё? Деньги, деньги, деньги. Ничего больше! У тебя сердце-то есть вообще или нет? Так. Жанна! Жанна! Да прости. Я не должен был. Сорвался. Это… Это ты меня прости. Я… Я знаю, как это тяжело терять друзей. А давай я приготовлю ужин, и мы вместе с тобой помянем Алексея. Давай. Это я. Я виноват в его смерти. Олег, это бред. Ты не виноват. Тем более, его ограбили. Я должен был ехать в Южанск. Потому что это меня назначили директором. А когда я ушёл из фонда, решили отправить туда Алексея. Алексеевич, если бы он не поехал, сейчас был бы жив. Давай лучше помянем твоего друга. Хорошего человека. Давай. Царствие небесное. Да. Олег, ну, не вини себя, прошу тебя. У тебя есть я, у тебя есть сын, Серёженька. Мы твоя семья. Мы тебя очень любим. Я тебя так долго ждала. Олег. 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 Прости меня. Да? Стас, ну, прости меня. Ну, мы слишком долго были в отношениях. Опять Олег. Стас, послушай, я правда не хотела, я… А вот в это я охотно верю. Я подумал, ты по-настоящему захотела быть со мной, а ты… просто захотела меня отблагодарить. Пойду я. Еле дождалась утра, я уехала. Ты меня вообще слушаешь? Извини. Не знаю, что делать. После того, что случилось в квартире у Стаса, оставаться там как-то неловко. Господи, как все было просто, когда я спала на этом диване. Ну, и оставайся. Чего ты там будешь? Не, я не хочу быть третьей лишней. Это не ты третья лишняя. Это я. Ну, ты это почему? Да, Костик тот, в гости пригласил. Вот я и сходила. Оказалось, такое уютное семейное гнездышко. И знаешь, что я поняла? Противно-то как? Фу. А отлично он устроился. С одной стороны, крепкая, любящая семья, а с другой – любовница. С квартирой. И в отличие от моего папаши, который нас бросил когда-то с мамой, Костик ничего менять не собирается. Ну, может, это и хорошо, что ты наконец-то все поняла. Чем раньше, тем лучше. Если б раньше. Господи, пять лет! На что я только надеялась. Мечтала о настоящей семье, любящем мужа, ребенке. А он мне врал. Говорил, что живет ради сына. Но теперь все. Это дело я закрыла. Так. Так что оставайся. Да. Двоем будет веселее. Ну? Добрый день. Добрый день. Вы ко мне? Нет, нет. Я не по делу. Точнее, по делу хотел вас на обед пригласить. На обед? Да. Сразу скажу. Отказы не принимаются. Здрасте. Здрасте. Ну, я надеюсь, ваш повар окажется на высоте? На обед покажет. Прости меня, я… Я не прав. Я завелся и наговорил глупостей. Нет, ты меня прости. Ты знаешь, я просто, наверное, еще не готова к новым отношениям. Мир. Мир. Ну, тогда перехожу к деловой части разговора. Угу. Ты помнишь, я обещал тебе найти работу? Помню. А я всегда выполняю свои обещания. Я предлагаю тебе стать директором логистической фирмы. Ты что, с ума сошел? Какой из меня директор? Потом, я ничего не понимаю в логистике. И ты же сейчас уже работаешь с какой-то фирмой. Эээ, работал. Я расторг с ними договор. Воруют. Вот. А тебе я поэтому и предлагаю стать директором. Ну, открыть свою фирму. Мне сейчас очень нужен человек, которому я мог бы доверять, как самому себе. А тебе я верю даже больше. Но я… Я в этом не разбираюсь. Это ничего. На первых порах я тебе помогу. Объясню, расскажу, найду людей в помощь. Ты умница, ты справишься. И потом, для тебя это отличная возможность стать самостоятельной и ни от кого не зависеть. Ну, давай. Попробуем. Это я. Я нашел человека, так что со следующей недели можем возобновлять поставки. Нет, я уверен, он никуда лезть не будет. Я же сказал, что я все контролирую. Лена! Заходите в дом. Еще чуть-чуть и все будет готово. М-м-м. Как вкусно пахнет. Ну, еще бы. Ни одна женщина не может приготовить мясо лучше, чем мужчина. Ну, и вообще, кулинария — это чисто мужское занятие. Ох, вот тут я с вами соглашусь. Какие у вас чудесные дочки. Это племянница. Мой дружб, сестра пользуетесь моей холостяцкой свободой. И частенько девчонку меня оставляет. Просто удивительно, что вы свободны с вашими-то талантами. Ну, вы же тоже не замужем. Ну, и я. Это совсем другое дело. Ну, конечно. Сильная женщина с благородным призванием защищать людей от преступников. Вы что, смеетесь, да? Ну, почему же? Я вполне серьезно. Защищать, говорите? Конечно, защищать. Если начальство позволит. А пока приходится закрывать дела, вечно прогибаться. Только чтобы с работы не вылететь. Нет, ну ладно, если это мелкие кражи, драки. А если это убийство? Что тогда? Ну, если мучает совесть, идите до конца. Кажется, мясо готово. Спасибо вам. Ну, пока не за что. Вы же даже не попробовали. Я приняла решение. Очень важное решение. Вам письмо. Спасибо. Олег, а ты не забыл, что мы с тобой собирались в ЗАГС сходить? Куда? Ну, в ЗАГС. Заявление подать. Какое заявление? А может быть, ты уже придумал своего сына признавать? Да, да, конечно, да. Конечно, сходим. Олег Павлович, если вы читаете это письмо, значит, меня, скорее всего, нет в живых. Мои опасения подтвердились. Кто-то здорово нагрел руки на поставках в детский центр. В фонде происходит хищение, и я хочу найти доказательства. Но за мной следят. Мне дали понять, не лезь не в свое дело. Ваш Алексей Бобров. Ваш Алексей Бобров. Жанна! Жанна! А где журнал, в котором наша сфера интервью? Я точно помню, я не выбрасывал. Я не помню. Вспомни, пожалуйста. Он мне очень нужен. Там… Это не я, это Сереженька играл, просто так вот там… Сереженька. Что-то случилось? Случилось? Ой… Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег Колосов. Мне нужен Андрей Митин. Ну, вы же на что-то опирались, когда писали вашу статью о воровстве в фонде. Значит, были какие-то документы? Мне неинтересно, где вы их взяли. Мне просто хотелось бы на них посмотреть. Они же наверняка сохранились. Господь с вами, Олег Павлович. Какие документы? Слухи? Я воспользовался скандальными слухами. И думаю, что их распускали ваши соперники. Тогда, во время землетрясения в Хакасии, вы мне хотели что-то сказать. Конечно. Что? Я хотел выложить вам эти слухи. Думал, что вы полезете в драку. Я даже рассчитывал на это. Тогда бы материал стал более острым. Понимаете ли, факты. Они становятся более вкусными, когда жареные. С душком. У меня друг погиб. Честный, порядочный человек. И талантливый врач. Мне жаль. Я хотел бы с этим разобраться. Перед смертью он успел сообщить мне о хищениях. Я хотел бы с этим разобраться. Понятно. Извините, что оторвал вас от работы. Олег Павлович. Олег Павлович. Три года назад меня тоже чуть не убили. Как вашего друга. Помогла счастливая случайность. Только вот вам может так не повезти. Хотите жить? Держитесь подальше. Ты почему до сих пор дело утопленника не закрыла? Ты почему до сих пор дело утопленника не закрыла? Вообще-то я… Закрывай! И доложи мне об исполнении. Ты чего тянешь-то? Больше всех надо. Смотри, доиграешься. Тимур, помолчи, а? Без тебя тошно. Ты куда его потащила? Слава Богу, перед тобой я не отчитываюсь. Олег, ты вообще, вот ты даже не представляешь, как я счастлива. Наконец-то у Сережечки есть папа. А давай мы этот празднуем, Олег, а? Давай в ресторан вечером сходим. Нет, давай я лучше дома тебе что-нибудь приготовлю вкусненькое. Жан, мне не до празднований. А прошлая ночь, извини, это была моя слабость. Поехали домой, у меня еще много дел. Садись. Сереженька, иди к маме. Садись, садись, садись сюда. Оп! Иди сюда, мой маленький. Ну вот, здесь и будет офис нашей, то есть твоей компании «Транслогистик». Твой кабинет. Ух ты! У меня нет слов. Слушай, как ты все успеваешь? Фирму открыл. Договоры на перевозку оформил. Вот теперь офис. Ну, я просто слишком давно этим занимаюсь. Спасибо тебе. Я очень надеюсь, что мы скоро начнем работать. Кстати, я уже дала объявление о наборе персонала. Кстати, могу порекомендовать тебе пару проверенных людей. Например, считай, это воровит тебя уже есть. Музыка Алло, Фонд люди. Анюч, добрый вечер. Это Колосов, Беспокой. Здрасте, Олег Палыч. Скажи, пожалуйста, название «Кросс-экспресс» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Это логистическая фирма, она находится в Новороссийске. Мы с ними работаем. А что? Да нет, ничего. Просто уточняю. Спасибо. Пока. Опыт — это, конечно, веский довод, Николай Владимирович. Но дело в том, что у нас уже есть претендент на должность товароведа. А чего ж не понять? Кому сейчас нужны пенсионеры? Да ну нет, прекратите. Здесь дело не в возрасте. Ну… А я бы и не просил, но… Да внучка у меня сиротой осталась. Надо ж как-то поднимать. Не на пенсию же. Николай Владимирович, подождите. У вас разумеет с собой? Слышала, что Катькин муж творит? Нет, а что случилось? Его же сократили. Так он запил и на диван лег. Катька одна, теперь за всех пашет. А я думала, чего это его не видно давно? А тут вот оно что, зад был… Катьку… Катьку жалко. День добрый. Капитан полиции Елена Прохорова. Я расследую обстоятельства гибели вашего соседа Эдуарда Караваева. Вы не могли бы рассказать, что вы о нем знаете? Ну, о покойниках плохо не говорят. Но это слова доброго не стоило. Да. А не слышали, чем он занимался? Разве сейчас поймешь. Вон, у Ивана спросите. Может, он чего знает? Иван, тут полиция пришла. Про соседа покойника интересуется. Ну, про Эдика. Ну, вы же с ним вроде бы общались. Да какой там общались? Ругались. Все время кричал, что я место его на парковке занимаю. Здравствуйте. Вы, случайно, не знаете, где он работал? Вот, как полиция пришла. Видел его на западной промзоне. На складах. Мы туда за товаром ездим. Вот и Эдик там крутился все время. Угу. Понятно. Спасибо. Олежик, а ты куда? Я там ужин приготовила. Думала, мы посидим по-семейному, отметим. Я уезжаю. В смысле, а куда ты уезжаешь? По делам. И, кстати, аккуратней с тратами. Я в ближайшее время не буду проводить консультации. Так что пока я безработный. Сережка. Ты что, бросаешь нас? Ты к ней едешь, да? Ты к своей Вере? Пока. Олег, а как же мы? Я думала, мы семья. Жанна, у нас нет и никогда не было семьи. А сына я бросать не собираюсь. Вот. Олег, Олег, я прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня. Олег! Олег! Я так и знал, что ты ищешь в офисе. Пытаюсь разобраться в документах. Не волнуйся. Я нашел первоклассного юриста. Придет завтра. Познакомитесь, сядете с ним и с товароведом. Они люди опытные. Расскажут, объяснят. А сейчас давай-ка я тебя домой подброшу. Угу. Слушай, какая у тебя подпись красивая, а? А я всю жизнь писал корявую закорючку, хорошо не крестик. Ой, слушай, я забыла тебе сказать. Не нужен товаровед. Я сегодня такого дядьку наняла. Он всю жизнь проработал товароведом. Представляешь? В смысле ты наняла? Ну, и ты… Подожди. Я договорился с человеком. Он придет завтра. И что? Я не смогла отказать. Понимаешь, там такая ситуация… Подожди. Так, звони этому человеку и скажи, что место занято. Я не могу, я подписала с ним договор. Вера, что за самодеятельность? Ты сказал, что я директор. Значит, я принимаю решение, так или нет? Конечно. Если знаешь, так принимай. Я жду в машине. Внимание! Совершил посадочный самолет следующий рейсом 1142 из Москвы. Пассажиров просим пройти до ночи в багажах. Повторяю. Повторяю. Здрасте! Здрасте. А Олег думал? Олега нет. Да какая разница. Пойдемте чай пить! Ой, не-не-не-не-не-не. Пойдемте-пойдемте-пойдемте-пойдемте-пойдемте. Держи, мой хороший. На. На. Молочко. А ты, значит, родственница ему? Дальняя. У нас Серёженька квартиру затопила, и Олег пригласил нас к себе пожить. Ой. А что с ты растений-то не поливаешь? Чего? Мандариновое дерево. Верочка его так любила. Вернее, любит. Тётя Валь, у меня к вам просьба. Олег, мне нужно тяжело больную родственницу навестить, а там с ночёвкой надо обязательно, а мне, Серёж, не с кем оставить. Вы не могли бы с ним посидеть, я просто не знаю, когда Олег приедет. Ваш кофе. Спасибо. Людмила Анатольевна, а почему у нас в договоре другое название? Тут какое-то ООО «Кросс-Экспресс» написано. Мы перехватили контракты этой фирмы, Вера Николаевна. Привет. Я попозже зайду. Люблю умных женщин. Но ты уже успела оценить, какая Людмила Анатольевна шикарный юрист. Я в процессе. Клиент с номером 117, пройдите кокошку 5. Внимание! Клиент с номером 117, пройдите кокошку номер 5. Ой, а фирма-то ваша ликвидировалась? Как ликвидировалась? Когда? Вы не ошибаетесь? Нет, всё верно. Вот фирма «Кросс-Экспресс» ликвидировалась неделю назад. Извините, а по какому адресу фирма была зарегистрирована? А, ну в западной промзоне, там где склады. А, давайте я вам адрес запишу. Если можно, спасибо. Так, западный проезд, дом… Наденька, извините, а можно у вас телефончик попросить? Ну, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Да, конечно. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Ольга Ивановна, а можно я на минуту? Да, конечно. Спасибо. Станислав Михалыч, тут вашей фирмой интересуются. Подождите, а как вы в четверг грузились, если фирма неделю назад ликвидировалась? Ничего не ликвидировалось. Как работают, так и работают. Склады не освобождались. Да откуда же пять фурм? Мы на Южанке же две грузили. Ну, помнишь, Петрович, вы аккурат перед Васкиным днем рождения? Точно, в четверг это было. А, там еле на две фуры наскребли. На две? А за погрузкой кто следил? Так этот, как его? Важен такой из Москвы. Вячеслав Михалыч. Не Вячеслав, Станислав. Станислав Михалыч? Ну, интеллигентный такой, лет под сорок. Точно он. Обычно этик следит, но или они вдвоем с этим Станиславом. А тут он один был. Алло, Стас. Да, они обманули тебя. Шляется тут один. Вопросы задает. Мужики, просьба, не сочтите за труд. Если что-нибудь всплывет, наберите. Ну, если что, всплывет, мы вам обязательно сообщим. Спасибо. А склады где вы говорите? А вам по ступенькам пройдите туда. Там третий склад будет. Угу. Спасибо. Угу. 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 Ну, добрый день еще раз. Это… А, узнали? Скажите, не могли бы вы посмотреть, на кого зарегистрирована фирма «Транслогистик»? А, уже закончили. А когда? Ну, что делать? Подожду до завтра. Спасибо. Я слушаю. Вера, здравствуй. Я в Новороссийске и мне очень нужно с тобой поговорить. Говори. Нет, не по телефону. Нам нужно срочно встретиться. Пожалуйста. Я занята. Вера, пожалуйста. Это правда очень важно. Хорошо. Давай в кафе на набережной через час. Подпиши. Оставьте. Мне надо проверить. У вас здесь написано… Проверяюсь здесь я. Подписывай. Простите, но я так не могу. Моя обязанность — поверить и… Проверять ты будешь уроки у своей внучки. Или я сделаю так, что уроки проверять тебе будет не у кого. Понял? Понял. Все. Понял. Все. Понял. Проверять уроки. Верить. Слышку. Тихо. Проверять уроки. Отец и Олег идеальный. Ну, что еще? Господи, как мне достало! Это все на жизнь мимо проходит. Понимаешь? Пойдем в клуб, а? Пожалуйста. Звони этому ухажеру своему. Пусть друга берет, пусть двух берет. А, слушай, а Сережа, ты с кем оставишь? А я уже закинула удочку бабке-соседке, она посидит. Антон сказал, что он сегодня очень занят, а завтра после работы он за мной заедет. Так вот, мы завтра и пойдем. Ты и я, и твой Антон. Посмотрим. День добрый. Следователь МВД Елена Прохорова. Говорят, у вас тут мелькал некий Эдик Караваев. Знаете такого? Надо же, Эдик сегодня чертовски популярен. Значит, им еще кто-то интересовался? Ну, кто знает. Может быть, да. А может быть, нет. Слушайте, а может, вам со мной в полицию проехать? На официальный допрос. Ну, зачем сразу? Так грубо. Говорите, сегодня был? Андрю, да ты вчера напился так, чтоб всем девушкам предлагал жениться. Не может быть. Абсолютно. Я видел. Здравствуйте. Абсолютно. Покажи! Я показал тебе. А ты что, отказался! Ага! О, нашел я, Абсолютно. Цени. Смотри, кто пришел. О-па! – Алло, Стас? – Слушай. Тут мадам твоя нарисовалась. Похоже, стрелка у них забита с этим типом. Продолжайте следить. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше не хочу. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу. Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Да, с кем не бывает, а? Да, Жан, привет. Да, Жан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы будете одна или кто-то ещё подойдёт? А, меня ожидают. Ну, никак не хочет Серёженька без тебя спать ложиться. Поговоришь с ним? Да, папа. Я, я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Слышишь? Я скучаю по тебе. Я скоро к тебе приеду. Да, да. Сыночек, хорошо. Ложись спать. Давай, и не капризничай, пожалуйста. Договорились? Давай. Ладно. Вам чай повторить или, может быть, что-нибудь закажете? Да нет, моя дама ещё не пришла. Почти закажем. Вы знаете, мне кажется, она уже ушла. Как? Когда? Да вот только что. Спасибо. Вера! Да. Да смотри, не договорились, что? Похоже, так. Чёрт! Мам, не хочу, не хочу. Тихо, тихо. Да иду уже, иду. Добрый вечер. Добрый. Чего трезвонить-то? Чего, чувачка, умоляю, посидите с Серёженькой. Мне надо по делам отскочить, а не с кем оставить. Я ненадолго, обещаю. Ну что, сейчас поедем в клуб, а потом ко мне, да? Я за, отлично. Привет! Здрасьте. Ты меня опоздала? Нет. Я слишком выразилась, ты же сказал, при параде. Ну… А я Антон, очень приятно. Жанна. А, это моя подруга. Вы отличная выглядеть. Спасибо. Мне Аллочка очень много про вас рассказывала. Серьёзно, про меня? Да. А про вас ничего я не рассказывала. Наверное, хотела сделать тебе сюрприз? Да. Сюрприз. Ну, сюрприз удался, а? Поехали. Да, поехали. Садись там. Ага. Прошу. Не честно? Нет. Нет. Отлично. Как волонтеры фонда, мы наезжаем, без такого скрома. В поздниках никто не требовал бы, что у вас доделали свою работу. Серьёзно? Да. Ну, не поверите, что та вот тоже красивая девушка в любом моменте. Может отправиться спасать деньги? А вот это меня вы знаете на работу с такой структурой? Я думаю, что за это нужно выпить, да? Да. Только я не могу много, я просто давно не пила, я поучу тебя. До кого не наеду? Я тебя довезу. Куда скажешь? Ладно? Давай. Пойдём потанцуем? Пойдём. Ты понимаешь, всё ей дал? Разве что весь наизнанку не вывернулся, и все равно нехороший. Че вам бабам надо, а? Слушай, да бросай эту сучку. Я лучше ее, поверь. Хочешь, докажу. Тут недалеко есть маленькая гостишка. Ты скажешь, что ты меня любишь, и я все твоя. Ты куда? Смотри, чтобы у нее стакан был полный. Деньги верни. Стакан должен быть полный. Черт. Кому ж я так понадобился? Да. Олег, добрый вечер. Это следователь Лена Прохорова беспокоит. Помните меня? Лена, конечно. Здравствуйте. А что-то с Верой? А, в смысле, что с Верой? Я не понимаю. Ну, просто мы должны были с ней встретиться, а она пришла и тут же ушла. Может быть, с ней что-то случилось? А, я не думаю. По крайней мере, мне она не звонила. Послушайте, я, собственно, звоню по другому вопросу. Судя по визитке, которую я сегодня получила в западной промзоне, и наши с вами интересы пересекаются. Давайте встретимся. Вам когда удобно? Да готов хоть сейчас. Видите ли, сейчас у меня ночное дежурство. Давайте завтра днем. Вас устроит? Как вам будет угодно. Хорошо договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Мне нужно с тобой срочно поговорить. Заходи. Вера, я люблю тебя. Ты что, Стас? Я… Я так давно люблю тебя, Вера. С первой секунды, с первого взгляда. Как только я увидел твои глаза, как только я услышал твой голос. Стас, послушай. Подожди, не перебивай. Я, я знаю, ты полюбила Олега, я смирился. Но, но он предал тебя. А я по-прежнему люблю, и я хочу, чтобы ты была со мной. Стой, давай бросим все и уедем. Далеко, в Испанию. У меня там свой дом. Здесь ни ты, ни я не сможем быть счастливыми. Здесь прошлое, оно будет мешать. Я не могу, я… Только представь. Представь. Разом. Оборвать все. Забыть о прошлом и начать новую жизнь. Новая страна, новые люди. Хорошо. Давай попробуем. Ты не пожалеешь. Я… Завтра мы возвращаемся в Москву. Визы я организую. Завтра? Да. Я куплю билеты на самолет. Мне нужен твой паспорт, а ты подъедешь прямо к улету. Все. Сейчас. Я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Да. Да. Алло. Это Надежда из налоговой. Добрый день. Добрый день, Надя. Я нашла данные по транслогистик. Фирма зарегистрирована на Колосову Веру Николаевну. На кого? Одну минуту, подождите. На Колосову Веру Николаевну. Да. Спасибо. Спасибо, Надя. Здравствуйте. В аэропорт. Садитесь. Лена, здравствуйте. Мне нужно вас срочно увидеть. Я не могу ждать. Появилась новая и важная информация. Да, я знаю, где это. Спасибо. До встречи. Обратите внимание, уважаемые туристы. Мы с вами находимся на набережной города Бабаровск. Ой, что с вами? Напился, что ли? Слушаю тебя. Все, я с ним разобрался. Он нас больше не побеспокоит. Понял. Что ж вы стоите? Что ж вы стоите? Там приезды стоят. Вы видели? Телефон звонили. Телефон. Ответьте. Скорую вызывайте. Вызывайте скорей скорую. Не кричите. Алло. Алло. А Олега я могу услышать? Вы пульс-то щупали? Вы простите, но человек, которому вы звоните, по-моему, умер. Как? Пропустите. Как он? Живой? Вы родственница или так? Капитан Прохорова. Повезло, парни. Еще пару сантиметров и каюк. А так, если довезем до больницы, может, выживет. Что значит, может, выживет? Большая кровопотеря. Так, ладно. Поехали. Еду с вами. Угу. Да, Стас, я уже подъезжаю. Хорошо. Я жду тебя. Угу. Да, Стас. Я просто забыл сказать, что очень люблю тебя. Кто же это говорил? Я буду говорить это каждый день. В общем, я тебя жду. Угу. Приезжай. Да. Слушай, это Лена. Прошу, только не волнуйся, мы едем в больницу. Олег ранен. Что? Как ранен? В какую больницу? В центральную больницу. Олег жив? Да, жив. Больше ничего сказать не могу. В общем, приезжай. Лен, подожди. Подожди. Разворачивайте машину. Разворачивайте быстрее машину. В центральную больницу. Быстрее, пожалуйста. В, 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 в. В, 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 в... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, столько хватит? Да, спасибо. Да. Вера, ты где? У нас регистрация заканчивается. Стас, я никуда не лечу. Ты прости меня, пожалуйста. Подожди. Прости меня. Подожди, Вера. Послушай меня, Вера. Я люблю Олега, я остаюсь с ним. Внимание к пассажирам. Летающим рейсом 61-32. Регистрация на рейсах заканчивается. Регистрация заканчивается. Пока оперирует. Боже мой. Это его жена. Ну что, операция прошла успешно. Ранение, конечно, штука неприятная. А вообще, ему сказочно повезло. Сутки полежит в реанимации. А потом, если все будет хорошо, переведем палату, там вы повидаетесь. Доктор, я должна быть с ним рядом. Ну вы будете, будете рядом. Сейчас лучше идите домой, отдохните, а завтра утром милости просим. Нет, доктор, пожалуйста. Доктор, я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, хорошо. Ждите меня здесь, я попробую договориться. А вам лучше вообще не заикаться. Раньше завтрашнего дня я допрашивать его запрещаю. Так, минутку. Я-то подожду. Но у меня к вам большая просьба. Если кто-то будет интересоваться состоянием больного, скажите, что оно критическое. А еще лучше скажите, что он при смерти. Договорились? В общем, получается, твой муж как-то связан с этим расследованием. Он искал этого человека. Ты его знаешь? Нет. А хотя подожди. Ну-ка, дай. Я его видела. Где? Ты помнишь, я рассказывала тебе про жуткую драку около ресторана? М-м. Когда Стас меня спас. Так. Так вот, били его. Так-так-так. Погоди, а какого числа это было? Ой, я не помню. Уточнить можно в больнице. Его же Стас повез в больницу. А мне сказал, что парень в порядке, жив. Подожди. Не получается как-то. Я знаю, что его убили. А убийство замаскировали под утопление. А ты уверена, что Стас не знал его? Конечно, не знал. А кто он вообще? Это Эдуард Караваев, директор фирмы «Кросс-экспресс». «Кросс-экспресс»? Да, мутная такая фирма. Судя по показаниям, он занимался какими-то махинациями с грузами. Отправлял пустые и полупустые фуры. Ты чего? Ну, а фирма «Кросс-экспресс» работала с нашим фондом. Это была фирма Стаса. Стаса? Подожди, значит, получается, Стас знал его? И, похоже, тот работал на него. А это фирма, которую он на тебя открыл. Чем он там занимался? Ну, подбором персонала, выгодными контрактами, договорами. Вот, что я тебе скажу, дорогая, он тебя подставил. Нет, это невозможно. Стас говорил, что любит меня. Внимание, водитель башера номер А-113 ВМ. Прижмитесь к обочине. Внимание, прижмитесь к обочине. Лейтенант Николаев, предъявите ваши документы. Все нормально, парни, сейчас поедем. Вон, глухой. Пошел! Пожалуйста, пройдемте в автомобиль. Ты с кем базаришь, а? Ты чего? Руки убери! Не трогай, я сказал! Вот, садитесь сюда. Ненадолго. Вообще, в реанимацию не положено. Здравствуй. Вот конец-то. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ КАНАЛ М-да. Капитан Кривцов категорически приветствует капитана Прохорову. Привет, Виталь. Слушай, я к тебе по делу. М-да. Я думал, на блины пригласишь. Обязательно приглашу, только в другой раз, ладно? В общем, мне тут счастье привалило. Машину с утопленником доставлю. Директор фирмы, представляешь? Фирма закрылась, а сотрудников в нем со днем не сыщешь. Я даже не знаю, за что это цепится. Может, ты поможешь пробить эту контору по своим связям? Ленок, а чего ты так уверена, что у нас вообще на них что-то есть? Да фирма-то мутная, понимаешь? Ну, может, на директора есть, а может, у сотрудников? Ладно, пробью только завтра. Ты мне на почту всю информацию скинь. Спасибо тебе. Да, кстати, привет Жене. Передам. Пока. Пока. Фу, Костик, это ты? Ну, чего тебе еще надо? Поговорить пришел. Мы с тобой уже все выяснили. Иди домой. К жене и сыну. Ишь ты, как запела! Борзая стала! Как она прошла, что ли? Э! Отпусти! Ты че, Мошек? Ну-ка, иди отсюда! Девушку отпусти. Юра! Ах, Юра! Юра, ну-ка, иди сюда! Ну, держись, козел! Ща рога-то попломаю! Иди сюда! Костик! Ну, вы с ума сошли! Ах, где? Кровь! Кровь у меня! Ты, тварь, ты мне нос сломал! Я тебя достану! Костик, иди уже домой! Я на тебя заяву напишу, ты понял?! Я говорю, домой! Иди! Ага! Юра, ну, зачем вы так? Я как-нибудь сама бы справилась? О, Господи, вам больно? Так, пойдем сейчас ко мне. Рану нужно обработать. Да это все лишь царапись. Я прошу вас, пойдемте. И вообще, не сопротивляйтесь. Это не стоит. Так, не трогайте грязными руками, я вас море. Субтитры сделал DimaTorzok Бойко, давай навык. Говорит, что есть тема у Баряна откиснуть на даче. О, начальник, начальник, а как же мы? Отдыхаем, бродяги. Отдыхаем. Да. Скажите, каково состояние больного голоса? Есть такое критическое состояние. Нет, а что тут непонятного? Человек в любой момент может умереть. Я понял, спасибо. Аравина, 17-я. Стас, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Ты это серьёзно? Почему? Почему, Вера? Просто скажи мне, почему? Стас, послушай, понимаешь, это моя жизнь. И я хочу её прожить так, как я хочу. Стас! Прекрати! Перестань! Пусти! Пусти! Свинья! Ты ж мне всю душу измотала. Хорошо. Это твоя жизнь. Я в твою жизнь больше не лезу. Свободно. Я в твою жизнь больше не лезу. Свободно. Та! Пусти! Та! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю вас. Это кто? Это медсестра. Сестра Олега позовите. Поправится, позову. А он что, болеет? Он в центральной больнице с ножевым ранением. Центральная больница-то у нас где? В Новороссийске. Где же еще? Алло, это авиакасса? Здравствуйте. Извините, я хотела бы узнать о моем муже. – Как он? – Колосов. – Да. – Милая, вечером приходите, вечером. Его как раз в перевязке привезут, после перевязки и повидаетесь. Хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот так. Сейчас эту баночку докапаем, будете отдыхать. Ой, телефон. Телефон мой. Принесите, пожалуйста. Лежите. Лежите спокойно. Никуда ваш телефон не денется. Ой, не понимаете, мне очень нужно позвонить. Вы же у меня не один. Ничего, жена придет, принесет. Жена? Вера? А что, у вас много жен? Приходила. Всю ночь возле вас просидела. Такая же упрямая, как и вы. Уходить не хотела. Спасибо. Все лишите. Лиза, иди сюда. Слушаю, Вера Николаевна. Скажи, где документы по последним поставкам? Ну, я их не видела. Может, они на складе? Ну, звони Николаю Владимировичу быстрее. Пусть приезжает. Ну, наш товаровед заболел. Позвонил, сказал, простыл. Ну, поживей, поживей, мужики. Через час фуры должны быть уже в пути. Командир, за час не успеем. В двойне заплачу. Годится. Давай, мужики, поднажмем. Давай, давай. Мужик, ты здесь главный. Чего тебе? Докладные подпиши. Мужики, давай, давай, давай. Лен. О, Вита. Привет. Здравствуй, красивая. Ну, а чего ж ты такого узнал, что нельзя по телефону, а? Ну, а чего? Садись. Ну, ты конспиратор. Ну? Ну, когда блины? Виталь, твоя жена печет лучше. Ой, Прохорова, какая ты скучная. Так, ладно, давай рассказывай уже. Чего нарыл? Что нарыл? Значит, по поводу этого «Кросс-экспресса». Его давно пасли и готовили задержание. Угу. Тут фирма ликвидируется, директор внезапно умирает. Решили на всякий случай проследить за сотрудниками. Угу. Выясняется, что все они переметнулись в похожую контору. Ух ты. И что самое интересное, контора эта получила вся машина, склады и заказы от предыдущей фирмы. Ничего себе. Слушай, вот это вам повезло. Кстати, если не ошибаюсь, ребята должны как раз сейчас хлопать эту контору. Да ладно. Да. Слушай, а как называется эта новая контора? Транслогистика, по-моему. Виталя? Чего? С меня бутылка. Алло, Вера? Лен, подожди секунду. Вер, послушай меня. Лиза, иди сюда. Алло, Вера, это очень серьезно. Скажи, где старые контракты с Кросс-экспресс? Не знаю. Может, наша юрист собрала? Она вернется с обеда, я спрошу. Алло, Лен. Старший лейтенант Серов, АБ. Телефончик выключите? Черт. И приготовьте регистрационные документы, которые относятся к хозяйственной деятельности вашей фирмы. Будет обыск. Лен, ты хоть понимаешь, что ты ставишь меня в дурацкое положение? Виталий, послушай, вы не того берете. Вера, честнейший человек, ее просто подставили. А он должна понимать, что она подписывает. Лена там везде ее подпись. Да это все не важно. Нужно брать организатора. И это точно не Вера. Так, Прохорова, по поводу вот этого звонка я никому докладывать не буду. Но это все, что я могу тебе сделать. Знаешь, Виталий, а я ничего другого от тебя и не ожидала. Нормально. Да, приехали на склад. Приступаем к опуску. Что происходит? Следственные действия происходят. С той, где стоишь. Давай на склад. Обыскать его. Здесь все чисто. Нет? Ладно, пойдем. Походу, опоздали. Пусто. Ну, и кто здесь главный? Ну, минут пять как уехал. Вы не ответили на мой вопрос. Так куда же все-таки делись контракты с фирмой Кросс-экспресс? А мы не заключали контрактов с такой фирмой. Это старые контракты на поставки, которые перешли к нам после ликвидации Кросс-экспресс. И вы, как юрист, не можете об этом не знать. Все документы забрали об эпохе. Вы же видите, как они тут постарались. Послушайте, контракты пропали до обыск. И я хочу знать, куда они делись. А я хочу видеть документ, позволяющий вам что-либо требовать от меня. По какому праву вы меня тут допрашиваете? И кто вас уполномочил вести расследование? Что? Думаете, подставили начальницу и все сойдет вам с рук? Даже не надейтесь. Простите, я хотела вам сказать, контракты действительно исчезли до обыска. Я не знаю, кто их взял. Но вряд ли кто-то сознается, потому что Людмила Анатольевна, она раньше работала в этом Гросс-экспрессе. М-м-м. Все понятно. Это плохо. Значит, концов нам не найти. А попробуйте поговорить с нашим товарведом. Его Вера Николаевна сама нанимала, может, он что-то знает. А как его зовут? Николай Владимирович Старков. Старков. Понятно. Спасибо вам. Не поели еще? А вот и жена пришла. Как ты милый. Ты моя хорошая. Вот, витаминчик. Нормально все. Спасибо. Я пока из Москвы летела. Я же вся извелась. Ты что, подрался? А ты одна? Сережка где? Я его с тетей Валей оставила. Она приглядит. Тебя же нужно на ноги как-то оставить. Я квартирку рядом сниму и буду сама тебе готовить. Что это у тебя тут такое у нас, а? Каша. Ой, на такой-то еде на ноги не встанешь, знаешь. Только ты знаешь, у меня денежек совсем нету. Может, у тебя карточка с собой, ты мне дашь ее? Жанн, не надо ничего. В смысле? Я благодарен тебе за заботу. Мне медсестра сказала, что ты всю ночь провела у моей кровати, но… А я ж не могла тебя бросить в такой сложный момент. Знаешь, пока ты не вошла, я думал, что это была Вера. Прости, что разочаровала. Нет, это ты мне прости. В общем, это уже не важно. Важно то, что я понял. Я люблю и всегда буду любить только Веру. Ага. Ты не переживай, вы с Сережкой будете в порядке, я никогда вас не оставлю. Но сейчас, я думаю, тебе лучше вернуться в Москву, к сыну. Мне деньги нужны. Я же оставлял тебе. Ну, я сюда, знаешь, не на помеле прилетела. Хорошо. Я переведу тебя на карту. Спасибо. Угу. Уздоравливай. Вера. Это все-таки была Вера. Хорошего ворону считайте подругой. Не уходи в себя, то не вернешься. Иди вон, сыграй с нами. Да не пугай ты ее. Может, еще все рассосется, выпустят. Как же, жди. Документы изъяли? Изъяли. Ее в хату упекли? Упекли. На документах чья подпись-то? Слышишь, подруга? Документ подписывала. О! Теперь, голубая, я на тебя все и вешать буду. Чистая тебе крышка. Иди, сыграем лучше. Мозги проветриваешь, чего в клетку цепилась, как ненормальная. Заново сдавай. Я не видела, она мухлевала-нибудь опять. Добрый день. Простите, а вы ведь в этом доме проживаете? Молодец. Я привет. Угу. Я из полиции. Капитан Прохорова. Скажите, вы давно видели вашего соседа, Николая Владимировича Старкова? Я за соседями не слежу. Видите ли, какое дело? Я ведь не из простого любопытства спрашиваю. Мне действительно помощь нужна. Уехали они. Коли внучку свою вчера вечером к другой бабке с дедом отправил. И сам следом куда-то поехал. С рюкзаком дачным. Значит, у Старкова есть дача. А где? Вот, держите, зарядился. Слушай, да что ж ты скачешь так? Осторожней надо быть. Спасибо. А, отлично. Спасибо. Черт. Добрый вечер, Олег. Добрый. Я та самая Лена Прохорова. Лена, приятно познакомиться. Взаимно. Как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально. Вы не знаете, что с Верой? Я никак не могу ей дозвониться. Что? Веру арестовали. Как? Как? Вы не волнуйтесь только. Лена Прохорова. Значит, он ее все-таки подставил. Да. Лена, мне нужна моя папка с документами. Она была в сумке. Попросите медсестру принести мою сумку. Подождите, но при вас не было сумки? Как? Значит, за мной следили, я не заметил, ее забрали. Так, так, подождите, Олег. Ну, что вы делаете? Лежите. Моя жена в опасности. Я не могу здесь просто так лежать. Полежите хотя бы до утра. Сейчас мы все равно ничего не сделаем. Вы можете рассказать все, что знаете? Мне тоже ехать собирать вещи? Звонарев, не торопи события. Ты облажался, пациент жив. Я груз отправил и улетаю в Москву, а ты остаешься и пасешь его. Если наш знакомый сам копыта не откинет. Ну, помоги ему. Олег, Олег. Олег, подожди. Все, что ты говоришь, как-то в голове не укладывается. Может, ты преувеличиваешь? Послушайте. Стас открыл фирму на ее имя и подставил. В результате Веру арестовали. Ее обвиняют в мошенничестве. Если его достану, своими руками придушу. Подожди, подожди. Не кипятись, Олег. Ради бога, не кипятись. Я немедленно к тебе вылетаю. Мы вместе подумаем, как вырулить ситуацию. Ну, давайте. Все, отбой, жди меня. А, да я сам хотел звонить. Все нормально, груз ушел. Я вылетаю в Москву. Никуда ты не вылетаешь. Остаешься на месте и ждешь меня. Все. Через этого товароведа шли все накладные. При нем загружались, разгружались грузы. А еще он должен знать Стаса. Ой, не знаю. Может, он говорить-то с нами не захочет. Скажется с закрытой двери, покажите ордер. Ну и чего тогда? Ничего, мне он все скажет. Олег, вы главное, держите себя в руках, ладно? Что там? Да вот, похоже, что эта черная машина следит за нами с самого центра города. Может, показалось? Так, вы главное, сидите спокойно. Если показалось, то и дергаться нечего. А если в самом деле хвост, то главное, чтобы они не поняли, что мы их засекли. Это здесь. Николай Владимирович. А странно, что дверь открыта. Может, он у соседей? Или мы уже опоздали. Николай Владимирович. Да нет, здесь он. Николай Владимирович. Николай Владимирович. Олег, Николай Владимирович, вам плохо? Что тут с сердцем? Два года назад, мой сын с невесткой разбились на машине, внучка живет со мной, мне очень жаль, я очень хорошо отношусь к Вере Николаевне, но эти люди угрожали моей Катеньке. Вы меня понимаете, они поджидали меня у дома. Ну, конечно, конечно, я собирался показать все Вере Николаевне, рассказать ей, но, ну, я просто испугался, понимаете? Ну, что мне оставалось делать? Я не мог рисковать. Ну, и что вы, всю жизнь собираетесь сидеть в этом чулане? Стоять! Николай Владимирович, вы тоже поймите, вы в опасности, пока не дали показаний. Пистолет на землю? Быстро! Как только эти документы лягут на стол следователя, и Станиславу Михайловичу, и всей его команде, самим придется искать вот такой же чулан. Решайтесь! Пошел вперед! Быстро! Что там? Что случилось? Все нормально. Кто это? Я знаю этого человека. Это он угрожал моей Катеньке. Я видел его со Стасом на складе. Дерьмо собачье. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше не хочу. Не знаю. Поехали. Я вернусь, что это пролетит. Пролетает, я меня смеют. Это пролетит, я вам смейте. Так한 я мочу. Ухаты. Как я заделся. На мочу. Ухаты. Она! В darle, бутылок. Казалось бы, всё так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звёзды Взлетая наперебой Тогда ещё были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Новость часа В городе Южанске введен режим чрезвычайной ситуации Южанск оказался в развалинах после сильнейшего смерча, разметавшего город Разрушены жилые дома, объявлена эвакуация жителей На помощь местным спасателям едут сотрудники МЧС со всей страны По предварительным данным, числу погибших от стихии достигло 59 человек Да, это Олег Здорово Здоров Как добрались? Нормально Сам-то как, оклемался? Да, почти Ну, садись Расскажи все по порядку еще раз Пусть Глеб послушает В общем, перед смертью Алексей успел мне прислать документы по детскому центру Воруют на всем На оборудовании, на медикаментах И как только Леша стал задавать лишние вопросы, его убрали Я полностью уверен, что это дело рук Стаса А откуда такая уверенность? Все ниточки ввели к логистической фирме Кроссэкспресс Я приехал в Новороссийск, но к этому моменту фирму уже ликвидировали А ее директора, некоего Эдуарда Караваева, убили При этом Стас Приехал в Новороссийск, когда директор был еще жив Думаю, Стас был замешан в убийстве Директора, то есть он убил? Не знаю, не он, но его люди по его приказу А потом он открыл новую фирму по логистике и подставил Веру Веру мы вытащим Слово даю Глеб, ты как начальник безопасности подсуетись Вере надо помочь Вообще как-то странно Мне всегда казалось, что Стас к Вере хорошо относится Даже слишком Черт в голове не укладывается Я ведь доверял ему Но ты тоже хорош Почему сразу ко мне не пришел с документами? Так А? Теперь у нас нет никаких доказательств Ну, кое-что есть Нашелся свидетель Товаровец со склада Он сейчас как раз у следователя Дает показания Олег, привет, это я Короче, плохо дело Звонарев ушел в отказ Молчит как партизан А капитан отмахнулся от показаний товароведа Говорит, мол, голословно Купить документы в суде не принимают Ну, вообще он мог бы напрячься и найти оригиналы А зачем ему утруждаться? У него уже есть Вера Не собирается у никого и ничего изгать Как, впрочем, и все тут Возбудил дело только по хранению оружия Я уже ушел от нашего генерального Придется вернуться Он глава фонда Пусть подключает все свои связи И найдет способ помочь нам и вытащить Веру Ты только не волнуйся У нас обязательно все получится А если что-то прочное Звони не счастнитесь Хорошо, на связи Давай, до завтра Давай Давай Да и черт с ним, с этим фондом После статьи этого Писаки Дела у нас и так хуже некуда За последний год мы с фонда не получили и трех копеек А сейчас такой шанс С Дерюгина под катастрофу можно огромный куш получить Три дня Три дня, Глеб, нам нужно, чтобы Дерюгин Спокойно перевел деньги Я выведу их в офшор И мы тихонько можем валить за границу Да, с таким багажом Будет комфортно в любой точке мира Но В эти три дня Все должно быть тихо Тихо, как И Олег Со своими разоблачениями нам совсем не в кассу Заткнуть его так просто не удастся Значит, надо его убирать И Стас тоже С собой не возьмешь Засветился по полной И здесь не оставишь Много знал Да и взорвался парень Ну Ты понял, Глеб Значит Разберешься с ним вечером Утром слетаешь в Южанск Надо там тоже все почистить Мало ли кому Олег взболтнул про документы Все доказательства сейчас там В Южанске Скандал нам ни к чему Понял, сделаю Стой 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 Еще одна мысль пришла в голову Олега Нужно убрать так Чтобы полиция решила, будто это Стас его кончил Из ревности И скрылся с деньгами фонда И пока Полиция И Дерюгин Ищут Стаса Мы с тобой спокойно скрываемся за границей Хм Хороший план Стой 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 В аэропорт Срочно Спасибо Стой 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 И все расскажу, как его Родственница ведет Он тебе задаст Какая уж я родственница! Я любовница, да? Вот так И ребенка больше не приводи! Я сидеть не буду! И тряпку свою забери. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прилечу, позвоню. Да, спасибо. Всего доброго. Будьте добры, один до Южанска, пожалуйста. Южанск не принимает гражданские рейсы. Как? Почему не принимает? Вы что, молодой человек, телевизор не смотрите? Там жуткий СМЕРШ прошел. Аэропорт принимают только спасатели и военные. Понятно. Спасибо. Всего доброго. Твою ж... Да. Олег, хорошо, что я до вас дозвонил. Это Андрей Митин. Я завтра по заданию редакции вылетаю в Южанск. Вы уже там? Я хотел бы взять у вас интервью. В Южанск? Мне вас Бог послал. А во сколько вы вылетаете? В девять я должен быть в Шеремене. Андрей, а мы можем с вами встретиться в аэропорту в половине девятого? У меня к вам будет одна просьба. Вы что, в Москве? Пока нет. Все расскажу при встрече. Тогда до завтра. До завтра. Спасибо. Пожалуйста, Василий. Спасибо. Всего доброго. Тогда один до Москвы, пожалуйста. Доброе утро, командир. Подвези, будь другом. А тебе куда надо? Я в Южанск тороплюсь. Серьезно? Вот это повезло, а. Я же туда же волонтером. Просто от своих отвезло. Ну, отошел на пять минут. Ну, по нужде. Выхожу, все уже уехали. Торопятся. Выручи по-братски. Ну, садись, раз такое дело. Вот, спасибо, а. Доброе утро. Привет. Привет. А это кто? А это кто? Это твой ангел. Так мило. Кофе стынет. Угу. Знаешь, такого утра у меня еще не было. Ну, что ж, привыкай. А можно? Нужно. Слушай, а где мой телефон? Мне кто-нибудь звонил? Ну, насчет звонил не знаю, но я его зарядил. Вот, спасибо. Подержи. А, алло. Алло, Тимур, привет. А меня кто-нибудь искал сегодня? Нет, но есть новости. Звонарев, которого ты вчера задержала, он в больнице. Почему? В камере была драка. Похоже, его пытались убить. Говорят, он требует следователя. Все распоряжения отдавал Стас. Ну, то есть, Бойко. Станислав Михайлович Бойко. А потом, когда он новую фирму открыл, так он сам крутился. А мадам эту свою даже близко к складам не подпускал. Вы имеете в виду Колосова? Ну, дай ее. А я тебе говорила, что Вера Колосова не при делах. Ох и упертая ты, Прохорова. Ладно, сейчас следователь подпишет освобождение. Беги, встречай свою подругу. Спасибо. Чтоб ее за километр к складам не подпускали. И вообще следить надо было, чтоб она свой нос не совала. Вера. Наконец-то. Спасибо тебе огромное. Ну, что ты, что ты. Не переживай. И потом, я же не одна тебе помогала. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Да мне-то за что. Мужа поблагодаришь. А что, Олег здесь? Он улетел. Поехали домой, по дороге все расскажу. И все, что вы написали тогда в статье, все правда. От первого до последнего слова. Ну, такого размаха даже я не подозревал. Чтобы глава фонда в голове не укладывается. Андрей, пожалуйста, помогите мне довести все это дело до конца. Да что тут доводить? История такая, что просто нужно идти в полицию. В полицию с пустыми руками не пойдешь. Нужны веские доказательства. Иначе Георгий и Стас просто отмажутся так же, как в прошлый раз. И все. Андрей, поймите. Мало того, что вы могли бы им ответить на угрозы. Подумайте еще, какой горячий материал может получиться. Олег, ведь для статьи мне тоже нужны доказательства. Еще не понимаю, чего вы от меня хотите. Но вы же летите в Южанск спецбортом, правильно? Возьмите меня с собой. Мне очень надо туда попасть. Все доказательства в Южанске. Из фонда меня уволили. Спасатели меня не возьмут. Гражданские рейсы туда не летают. А тянуть нельзя. Тут кто первый успеет. Либо я, либо Георгий со своей бандой. Если они заметут следы, все, больше ничего не докажешь. Пожалуйста. Скажу, что вы мой фотограф. Поехали. Спасибо. Опять недоступен. Но не может он целый день лететь в Южанск. В новостях говорят, там вообще связи нет. Угу. Так, ладно. Алло, Тимур, привет. Слушай, будь другом. Узнай, пожалуйста, Колосов Олег Павлович. Колосов. Записал? Да, это срочно. Пробей. Выезжал ли он за последние сутки в Южанск? Да, я знаю, что рейсы отменены. Может быть, спецборд там. У него там связи среди спасателей. Пожалуйста, помоги. Жду. Да, Тимур? Я поняла. Ладно, спасибо тебе. Ну что? Олег рано утром улетел в Москву. Значит, он не в Южанске, а он в Москве. Вер, ну это бред. Ну хорошо, ты прилетишь. И куда ты поедешь? Ты же сама сказала, что у вас в квартире это… Ну мы же знаем, что Олег вылетел в Москву. Ну, я должна его найти. Я… Я чувствую, что я ему сейчас очень-очень нужна. Лен! Девчонки! Ну, где вы ходите? Регистрация уже заканчивается, а? Пойдем быстро. Спасибо. Да. Стас. Стас, Колосова отпустили. Как отпустили? Откуда я знаю, как? Я только что встретила его в аэропорту. Мила. Мила. Так к Южанску подъезжаем. Тут со связью говорят, беда. Черт. Извините. А тебя как зовут, молодой человек? Томенко и я. Томенко и я. Ага. Катя, привет. Ой, Олег Павлович, здрасте. Я не видела, как вы приехали. Я за аккредитацию. Давай. Скажи, а кто у нас сейчас за директора? Кирилл Васильевич. Это который бывший финансов? Да. Олег Павлович, простите, сделал непроворот. Вы обращайтесь, если что. Давай. Спасибо, Катя. Спасибо. Где расписаться? Прошу прощения. Ну, как вы тут? Ну и работа у вас не представляет, как вы справляетесь. Андрей, нам надо пройтись по складам и сравнить количество грузов. По бумагам вы на деле. По каким бумагам? Которую мы возьмем у нового директора. У меня есть одна идея. Пойдем, пойдем. И я имею в виду не только сотрудников фонда «Люди», а вообще всех, кто оказывает материальную поддержку жертвам этого ужасного смерча. Вы пишите, пишите. Не волнуйтесь, Кирилл Васильевич, все фиксируется. На пожертвования наших спонсоров были куплены различные медицинские и немедицинские грузы. Спасибо, Юлечка. В которых только за вчерашний день было разгружено около пятидесяти фур. Пятидесяти фур? Юленька, добрый день. Здравствуйте, Олег Павлович. У себя? Да. Да, только у него сейчас журналист, но если хотите… Не надо, не надо, не будем им мешать. Прессу это важно, я же понимаю. Ну, как вы тут, держитесь? Держимся, из последних сил уже. Ну, ничего, скоро откроется второе дыхание. Справимся, правда? Не в первой жене. Ну, да. Юля, а папка с накладными и актами приемки грузов у тебя? Да, кажется, где-то здесь было. Кирилл Васильевич просил посмотреть документы по поставкам, пока я здесь. Посмотри, пожалуйста. Угу, угу, похоже, это она. Да, да, спасибо. Угу, угу. А вы куда? А? С папкой куда? Как куда? Работать? Кириллу Васильевичу пламенный привет. Посмотрю, верну. Спасибо. Спасибо. Да. Я везу. Уже иду. Мама! Привет! 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 Угу. 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 Мама! Сережа! Сереженька! Сережа, не плачь! Я сейчас. Ага, сейчас. Сереженька, сейчас. МЧС? Тут ребенок один в квартире. И запах дыма очень сильный. Я так ставлю, ставлю. А вы куда, мамаша? Постойте здесь. Ой, Сереженька, Сереженька маленький. Иди ко мне, иди ко мне, мы хорошие. Прикинь, под кроватью пряточься. Иваныч, отбой. Да духовка была включена, а там пластик. Из-за этого дым. Вот как можно ребенка одного в таком возрасте в квартире оставлять, а? Да мамаша у него непутевая совсем. Прости, Господи. Ну, все-все-все. Вот, бы сейчас закрыть глаза и очутиться на море. Только представь, солнышко, песочек, шезлонка и коктейльчик секс на пляже. Кайф? Ну, а в чем? Вопросы, поехали? Мечтать не вредно. Да я серьезно, поехали сегодня. Куда? На море. Я отпрошусь с работы на пару-тройку дней. Тебя ведь здесь ничего не держит. Нет. Ты с ума сошел? С тобой легко. Короче, ты иди собирай чемодан. Я позвоню на работу, отпрошусь и заеду с тобой. Решили? Да. Да. Иду, иду. Верочка, а как же я рада. Здрасьте, тетя Валя. Скажите, вы Олега давно видели? Да давно уж. Как это Жанна нарисовалась, видела пару раз, а потом совсем исчезла. Ты, ты, проходи, проходи. Спасибо. Проходи, садись. А Жанна-то это без него? Таких тут дел натворила. Ничего, с Жанной мы все решим. Странно, что Олег дома не появлялся. Я точно знаю, что вчера из Новороссийска он выехал в Москву. Так вы помирились? Ну, пока нет, но… И правильно. Нефиг такого мужика отдавать. Самим пригодится. Мама! Господи, опять проснулся. А мамы еще нет. Она скоро вернется. Пойдем попробуем с тобой поспать. А там, глядишь, и мама вернется. Давай ручку. Давай. Пойдем. Пойдем. Ты, ты что тут делаешь? Где мой ребенок? С ним все в порядке. Твой ребенок жив и здоров. А вот интересно, где была ты? А ты мне кто такая, чтоб я перед тобой отчитывалась? Ребенка! Верни мне моего, я тебя в суд подам. Ой, прекрасно. Заодно в суде расскажешь, почему ты ребенка одного оставила. Теть Валю позовем спасателей. Они расскажут, как ребенок чуть не задохнулся. И тебя прямо там лишат родительских прав. Тебе ребенок мой понадобился, да? Ты у нас своих родить не можешь, так мы его решила забрать. Так вот знай, милая, такого не будет. Я тебе их не отдам. Ни Олега, ни ребенка. Они же тебе не нужны. Ребенка, значит, хочешь себе оставить, да? А вот это мы еще посмотрим. Я тут, знаешь, перед тобой расстилаться не собираюсь. Встретимся в суде. Так. Я так полагаю, что в суд ты явишься отдохнувшая и загоревшая? Не твое собачье дело. Так. До свидания. Быстро! Молодец! Давай! Привет, мужики! Как работает? А тебе что за дело? Ах да, забыл представиться. Корреспондент журнала «Финансы. Бизнес. Диалог» Андрей Митин. Большой поток гуманитарных грузов приходит. Скажите, сколько фур сегодня, вчера? Что, мы их считаем, что ли? Сколько пришло, столько и разгрузили. Ну, что ты, кто-то. – Не ебай сюда! Помогай грузить! Ну, и что ты в кусочек пришел? Ну, лежит, давай! Ну, короче, вы не шицуете. А ты, залага! Субтитры сделал DimaTorzok Андрей Львович, дорогой, поймите, я же цифры не с потолка беру. Сейчас в разгар спасательных работ мы можем увести и спрятать любую сумму. А потом, когда все успокоится, большие деньги вызовут вопросы и подозрения. Ковать железо надо пока горячо. Но если выну всю сумму сейчас, за раз, это сразу привлечет внимание соответствующих органов? Три дня. Я считаю, хороший срок. Через три дня деньги будут. Три дня. Андрей Львович, голубчик, вы меня без ножа режете. Деньги надо переводить срочно. Ладно. Что-нибудь придумаем. И сейчас, когда замаятили реально большие бабки, Георгий решил все себе захапать, а нас убрать. Да ладно. Да не ладно. Я из Новороссийской кое-как ноги унес. Георгий сейчас будет от лишних ртов избавляться. И ты на очереди. Чего предлагаешь? Ну, первонаперво надо шкуру свою сберечь. У меня в Москве кое-что припрятано. Бабки, документы. Но сами я туда уже не ссунусь. Георгий наверняка своих усопов у квартиры посадил. Метнись туда ты, я здесь отсижусь. Привезешь, все по дереву. По-честному. Эй, мужик! Держи его! Его нельзя выпускать! Черт! За дороги! Держи, ты меня не знаешь! Держи его! Куда ты? Хрю! Тащите его на склад! Может, Олег? Тащите его на склад. Алло, Олег? Не угадала, дорогая? Кстати, поздравляю с освобождением. Стас, что тебе нужно? Какие мы сердитые-то, а? А у меня для тебя привет. От твоего благоверного. От Олега? А что с ним? Пока ничего. Но это пока. Чего ты хочешь? Денег? Ну, у меня нет денег. Знаю. Поэтому ты привезешь мне мои. Заберешь ключи у соседки, в коридоре откроешь шкаф, на задней панели сейф, код. Твой день рождения. Заберешь все, что там лежит, привезешь мне в Южанск. Заберешься, если увижу полицию. Олегу не шить. Где встречаемся? Пролетарский район на складе. И поторопись, дорогая, я ждать не буду. Куда они могли испариться? Или это ты нюх потерял? Мы все обыскали. Олег со Стасом как в воду канули. Ты понимаешь, что вся операция может накрыться? Ну, как ты мог их опустить? Я же сказал, не беспокоен. Что непонятного? Георгий Вадимович, тут Вера Колшова пришла. Говорит ей срочно. Проходите. Вот эти деньги Стас просил привезти ему. Да, молодец, что пришла. Но Стас, каков подлец, кто бы мог подумать? Георгий Вадимович, гражданские самолеты в Южанск еще не летают. Стас сказал, что он долго ждать не будет. Помогите мне попасть в Южанск. Ты не волнуйся, не волнуйся. Я все устрою и все сделаю. Давай-ка, поезжай домой, там собирайся и в аэропорт. Там я тебя встречу. Нет, нельзя. Если Стас вас увидит, то он угрожал убить Олега. Убить Олега. Ладно, я что-нибудь придумаю. Вера, ты же знаешь, я Олега как сына люблю. Ты веришь мне? Верю, да. Я сейчас быстро собираюсь и еду. Спасибо. Осторожней там. Ну что, одним выстрелом всех зайцев? В Южанске все почистил. Куку, подъем. Просыпайся. Да, убери ты. Ну, Даша, что собираешься делать? За границу свалю. Неделю назад думал, что уеду с остоятельным человеком, но видишь, как оно бывает. Ну, ничего, в наших обстоятельствах жив остался уже хорошо. Тебе-то гораздо меньше повезет. Убьешь меня? А зачем мне об тебя руки марать? Оставлю здесь без еды и воды, сам загнешься. А с Верой что будет? А что с Верой? Отдаст мне деньги и пусть гуляет, пусть тебя ищет. М? Если повезет, найдет твои мощи и станет тебя оплакивать. Ну, ты мразь, Стас. Ты же был мне другом. Другом? А ты Веру-то у меня по-дружески увел? А Вера, после всего того, что я для нее сделал, кинула меня? Тоже по-дружески? Ай, ладно, ребятки, у меня из-за вас вся жизнь наперекосяк. Ну, предположим, жизнь твою ты сам спустил в унитаз, когда с Георгием связался. Вообще-то, еще не поздно. Можно пойти в полицию, во всем сознаться. Хочешь? Я помогу. Ох, апельсинки мне будешь в тюрьму носить. Как это мило. Спасибо, сам справлюсь. Да. Все, надоело. Не о чем говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Олег? Привезла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги давай. Все чисто. Не то прикрытие выбрал, Стасик. Вот ж, Глеб это сделает. Да я и вправду забыл, с каменью имею дело. Лучше бы ты пошла в полицию. Что происходит? Да все хорошо. Все хорошо. Для полного счастья нам Олега не хватает. Давай рассказывай, где ты его спрятал. А какой мне резон с тобой откровенничать? Олег, где? В горах. Ну, поехали, покажешь. В машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько жилет вы нам врали? Ничего личного, Верочка. У каждого должен быть свой кусок хлеба, желательно с маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как собираетесь Олегу в глаза смотреть? Олег сам виноват. Нечего совать нос, куда не следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот интересно, как вы дальше с этим жить собираетесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вера, они собираются жить без нас. Интересно, как кто без нас? Вера, Вера. Вроде умная женщина. А простых вещей не понимаешь. Вот Стас умный. Он уже все понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А-а-а! Стас! Стас! Прыгай! Нет, нет! Смотри! Да прыгай! А-а-а! Вера! Вера! А-а-а! Вера! Вера! Ты как? Ты в порядке? Господи! Ты жив? Да. Ты жив, слава Богу! Прости меня, пожалуйста. Это я во всём виноват. Нет. Я, я всё разрушил. Ну, не получилось из меня идеального мужа. Прости. А мне не нужен идеальный. Мне нужен ты. Верка, я так рада, что вы к нам выбрались. Но, честное слово, надоело тебя слушать только по телефону. Мы когда в последний раз выбрались? На нашей спальне? Прости, Лен, закрутились. С понтом куча дел, с Серёжкой. Мамаша-то Серёжкина объявлялась? Нет. Я слышала, она в Египте встретила какого-то пожилого немца и собирается за него замуж. Я слышала. Но туда и дорога. Мама, мама, тут рыбки есть. Я их вижу. Серёжка-то не ревнует? Нет. Он с ним разговаривает и ждёт. Знаешь, Вера, твоя беременность — это такое счастье! Боже мой, вопреки всем прогнозам, это же чудо, Лен. Ну, как это возможно? Наверное, это чудо называется любовь. – Всё готово. – Так, господа. – Да. – Вы нас собираетесь кормить? Конечно. Мы втроём, между прочим, ужасно голодные. Да ты у меня вечно голодные. Ты замуж, наверное, за меня вышла, потому что я готовить люблю, да? Ну, честно говоря, не без этого. Ты знаешь, я вот всё время думаю. А был бы он, если бы мы не пережили столько, сколько мы пережили. Забудь об этом. Всё, что было, это как сезон дождей. Всё плохое смыло, а хорошее осталось. Серёж, иди к нам. Нана, папа, я иду, иду. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, Взлетая наперебой. Тогда ещё были силы Остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало, Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало, Верните в конце концов. Смогла бы я жить на свете, Смеяться и ждать гостей. Ведь я... Ведь я не чувствую,